Так, для тех, кто смотрит в записи, сегодня будет такая вводная трансляция в X-Chom 2, это уже второе прохождение, на этот раз будем пытаться пройти игру не только на максимальном уровне сложности, но и в режиме Terminator, то есть без сейвов. Для того, чтобы было еще интереснее, были подгружены три модпака от создателей мода Long War, первый модпак добавляет бронированного мутона где-то в середину игры, второй открывает в школе офицеров, ну в партизанской школе, возможности исследования новых лидерских качеств, лидера вы можете взять одного на миссию, но у него там есть еще дополнительные опции. И третий модпак добавляет классический дробовик в дополнение скорее, а не в замену дробовику, который вот появился в новом X-Chom'е, ну новый дробовик, у него значительно меньше штрафа на дистанции, ну помните, как раздавал там Аспирант в прошлое прохождение, там на экран на Клиток 20 вперед стреляет и вроде штраф есть, но попадает. А то дробовик, который был добавлен вот в этом моде, он ближе к классике, насколько я понял из текстового описания, то есть у него штраф на точность такой же, как в прошлых частях, то есть реально нужно сокращать дистанцию настолько, чтобы из него было реально попасть по кому-то. ПП это не дробовик, окей, хорошо. Хорошо, у нас еще не забываем, есть замечательная группа персонажей от БСП, это всем известные по первому и по прошлым X-Chom'ам персонажи, их много, они разные, какие у них будут роли. Кто-то станет ученым, кто-то станет инженером, кто-то пойдет в бой и получит одну из четырех специализаций. Это мы с вами, это рандом, и мы это с вами узнаем, но вы просто вспомните эти никнеймы, да, там Дмитрий Михайлов, Нифанда, Майкер, Арцтоцка, Тей, Сокол, Абвер, Хавк, Револьвер, БСП, Поми, Мантич, Брюс, 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 Диан, Анклав, Дмитрий Деркачев, Ледокол, Безумный Фибоначчи, Браток, Алиса, Пух. Шкода, Беско, которая дрыхнет сейчас на кресле, Локи, Окспир, Саймон, Вивин, Эксперто, Дэн Рус, Бонневур, Петр, Фолон, Холли, Слон, Артем Орлов. Это самый свежий пак, видимо, от БСП, тут 40 человек. Хапа, Аспирант, Лесориус, Пептар, Адольф, Руслан Баженов с нами будет, я его не видел. Димага, вторая половинка, Абвера, Рапонга, Станислава, Мун из Кореи, Титан. Эксперт, Диванный, из Чатика, я этого не видел, персонажа. Тут даже есть Эксперт из Чатика, Эксперт это имя, из Чатика это фамилия, а прозвище Диванный, бомба. И Берс из Опергеймера, который тоже играет, и стримы регулярно пилит Алексей Васильев. Господи, будет много траев, будет много боли, эмоций. Ну, в общем-то, ради этого я и хотел пройти на Айронмене, эксперт из Чатика. Уже хочу, чтобы этот чувак попался в команде, без комментариев и без субтитров. Поехали. Он должен стать ученым. Я бы его левингом сделал. Пропаганда. Взрывать эту статую будем в тестовой миссии. Ну, и все это видели, в общем-то, я могу и пропустить, но как бы... Про нас говорят. Опять. Субтитры где? Зачем? Тут же все понятно. Плюс мы это смотрели. Чумандер. Ладно, сейчас миссия будет, это мы проходили. Обучения все равно не будет, поэтому поехали. Ох! 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 Это хапа. Так, я не узнаю, кстати, даму с розовыми волосами. Это Алиска, что ли? И правого тоже не узнал. Кто-то знакомый. Не, не браток это. В Пекине начнем сражаться. Это Алиска, да? Ну, Алиска, да, похоже. Розовенькая. А слева кто? О, это Женька, что ли, слева? Да, это Женька. Ес, Нифанда, с нами! Это Бонич? Да ладно! Точно, по небритости на Бонич похож. Сейчас проверим. Похож на Бонича, кстати. Итак. Так, Алиса, действительно. А, это Ава Мария. Это не Нифанда. Ну, у них похожая внешность, да. Бонневур, да. Олег Горючкин и Хапа. Ну, Хапу по бороде узнали. Итак, хорошо. Не факт, что эта команда останется, потому что мы же можем перепроходить. Если не пройдем миссию, очень близок я сразу к точке, где нужно закладывать. И на крыше. У крыши, конечно, есть свои плюсы, но минусов тоже хватает. Посмотрим, где паким. Видим, первый там виднеется вдали. Так, одного, наверное, спущу. Да-да-да-да. Первый пак из трех солдат. Уолф. Будет обвязываться вот эти вот все... Короче, грязное это дело, скажу сразу. Они, скорее всего, наверх пойдут. О, БСП. Что написал БСП? Продаются, говорит, БСП. Ну, блин. Как-то ты это самое, быстро... Быстро все принципы свои продал. Не ожидал я от тебя такого БСП. Ну, собственно, автор модпака. Амскрай-1 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Не, ФФА сегодня не будет. Афа сегодня ожидается. Не-не-не, какой ФФА-то что? Слушайте, я уже не хочу с крыши уходить. Учитывая то, что миссия не на время. Точка-1 сил поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Хорошо. С кем надо переспать, чтобы попасть в Ростлер? БСП, пиши сразу же. Я думаю, вы договоритесь. Крыша достаточно далеко находится от... Я, конечно, могу спуститься, там, бла-бла-бла, но... Первый пак хотелось снять с крыши. Сейчас, сейчас, они вернутся. У них патрули, они же... Я уже слышу шаги даже. Ага, вот они двое. А чё так мало, почему всего лишь двое? Что, поверхние-то видят кто-нибудь? Нифига они не видят, слишком далеко. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, подойдите поближе, пожалуйста. Подходит, вроде. А, нет. Ладно, придётся, видимо, спускаться. Чё с этим не поделать. А вы, Мария, идёт вперёд. Раз. А, их трое. Не, в общем-то, можем... А, видят. Не, не видят. Но близко. То есть, если они под... Да, короче, наверное, я агрю просто. Гренкой. Блин, только не достаю я по всем трем. Давайте ещё поближе подать. Вот вы скотины, а. О-о-о-о-о-о-о. Вот гады, а. Что мне с ними делать? Я сверхдалеко от них нахожусь. Фулкавера тут поблизости нет. Это паливание, ребят. А, возвращаются. Ну, шикарно тогда. Сейчас всё будет. Настроение отличное. Мастер что-то там. Так, ну я не достреливаю. Но, в принципе, могу подойти под полуукрытие. Не хочу, конечно, подходить под полуукрытие. Но, судя по всему, выбора-то у меня особо... И нету! Одного цеплять. Это такой провал. Ну, могу, конечно, полуукрытие. Точно докинул. С этой позицией. Да, точно докинул с этой позицией. Но тогда... Нет, нет, нет. Они... Понимаете... Они тогда, если я их сразу не убью на овервотч, я их не убью на овервотч, потому что нахожусь чего-то знает где. Они будут следующий ход проводить с хорошей вероятностью, по мне. Так. Это уже ближе к правде. Стоять. Хрень, все равно. Почему вот это не фулл кавр? Вот как знаю, так как ходить, а? И вот я сейчас в одном шаге от аркады нахожусь. То есть я понимаю, что действовать сейчас вот неправильно просто. Но и тянуть не хочется. Так, ладно. Тут есть полу... полу... полное укрытие. Я, кажется, по двум сейчас докидываю гренку. Сейчас проверим этот момент. Да, по двум докидываю. Хорошо. Теперь здесь вопрос к... Каврум. Сделаем так. Овервотч. 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 Ну и все. И агрим. Поехали. Работаем. Я надеюсь, что хотя бы двое с верхних как-то постреляют. О, один сразу минус. Повышение получаем. Хдыщ. Бастет. Ребята, давайте, прошу вас, заметьте. Ну, кто-нибудь... И никто вообще из трех. И у них ход сейчас. Ну, блин. В полное укрытие. Ладно. Держись. О, сейчас фланг обход... Ну, кто-нибудь, ребята! Есть, 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 есть. Один. Алиска стреляет. Попали на четвертку. Отлично. Да там бонус сверху просто. Там два этажа, плюс двадцаточка. И повышение. Отлично. Так, второго флангуем. Понеслась, понеслась! Так, как бы тебя флангануть так, чтобы если спунился еще один пак, я остался... Я не хочу просто пулить пак. Никто из пацанов не поддержит, да? Можно спуститься и пострелять по нему. Там фулкауэр, я мое. Ну, я докину гренку по нему, если что. Ладно, давай сделаем... А так я его фланганую или нет? Нет, так я его не фланганул. Ну, я его фланганул вот так вот. Но если я так подойду, то, скорее всего, спулю еще один пак. А так фланга не будет. Не, в теории можно просто отступить вот так. Да? Сделать ханкер и на трех овероочек его славить с высока. Поехали. Это более безопасный способ. Только я сейчас подведу... Тут ханкер пошел. Давай, что будешь делать? Побежал, побежал. Ах ты скотина! Он за подкреплением же бежит, я забыл! Ой, он вернется... Может, он не вернется, конечно, но, скорее всего, он уже вернется не один. Слышите? Офицеры что-то докладывают там. Вот хитро попой. Слышите? Да-да-да. Оп, овервотч. Одного видим, где он? Кто это? Мимо. Кто там где? Да, привел. Си кто это привел? Ну, ребята, где овервотч? Это твою... Вашу... Меть! Короче, сверху пацаны вообще ничего не делают. Никого не видят, ничего не знают. И нужно отходить, наверное. Выкачивать на людей, которые сверху. Работаем. Афарматика, уходи! Открывай! Блин, ханкер не ханкер. Давай овер. С богом, ребят. Три человека. Оп! Первый пошел, один хит, попади. Мимо. Кто-нибудь еще? Есть сверху. Хапыч стреляет. Да! Ах, ну хоть и вот. Значит, там еще двое, и у них не один хит. Их там больше. Сиктоид подходит. Поднимает зомбаря, судя по всему. Фулл кавер у него. Ого, нормально. Я уже позабыл про XCOM-овские баги. Пожалуйста. Пожалуйста вам. Взял труп, перетащил его как-то. Так, и еще один. Видит фулл кавер. Держись! Да твою ж медь! Ну как ты попадаешь-то с 30%-ми-то? Ёпар СТ. Да все, урони ими уже. XCOM-XCOM-XCOM-ANDER. Беги. Ну, ребят, да, 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 да. Так, четыре хита, раз. Два. Четыре хита. Сколько там осталось-то? Двоечка всего. Ай-яй-яй-яй-яй! Контроль забей. Под контролем. Бонневур! Надо менять команду. Капец, Бонневур будет на пришельцев работать. Уже сейчас начинает косячить. Мы берем огонь! Но веро очень неплохо сработали. Сиктоид практически гуф. Того мы флангуем. Зомбарь не успевает подходить. Как бы все ок. Стоять! Так, сиктоиды лучше, конечно, убить Гренкой. Чтобы вот прям... Прям никаких проблем не было. У Шишиной Гренки нет. У нее штраф по точности, конечно. Давай Алиске тогда забубеним. Поехали. Раз. Закидываем, убиваем. Ну и зомбаря тоже кладем. Бонневур пришел в себя. А, он же еще действовать будет. Хорош. Правда, никого не видит. Но Гренку закинуть может. Хапыч с одной стороны сверху стреляет неплохо. 65. Но... Да, и он вряд ли обойдет. А в Амарея без Гренки. Фул кавер. Черт. Слушайте, а я тут его с фланга-то не обхожу. Это же какая клетка. Да, нужно здесь типа оказаться. Не, могу вот так вот выйти. Там же еще один пак. И не факт, что я его... Короче, хапой нужно кидать Гренку. Убирать укрытие. И двумя пытаться добить. Гранаты, конечно, сильно облегчают жизнь. Но вот я не знаю, с вранением вообще стоит продолжать или... Так, я по Амарею качать не буду. У него ром подходим так, чтобы сверху был бонус. Еще 85 должна быть. У него точность где-то, да, 85. И добивает бонич. Похож. Так, это минус второй пак. Но у нас ранение, повторюсь. Перезарядочка. Первая миссия должна вообще чистенько проходить. Перезаряжаемся овервотч. Перезаряжаемся овервотч. Перезаряжаемся овервотч. Так, есть еще один пак. Это... Это офицер. А боневора тоже, наверное, надо спускать. А Амарея пойдет у нас на разведку, потому что раненые. Скорее всего, пойдет под замену. Они там ходят. Ходят, ходят, ходят. Спунили, что ли? Да как? А вот так. Три человека. Офицеры, два солдата. Смотрите, тут главная проблема в том, что... Я прям сразу спалился. И у меня есть серьезный такой риск по флангу. Я, пожалуй, Марию заведу под фулл кавер, типа, обходить. Остальными буду... Я сюда встану. Меня, во-первых, сразу видит офицер. Соответственно, этот обходит сюда. Но не факт, что он будет подставляться за спину. Полных укрытий не так много. Еще хотелось бы, конечно, кого-нибудь отправить далеко-далеко. На следующий ход, на обход. Это все рискованно. Или под гренку. Под гренку Боничу. Давайте по аркадим, да. В крайнем случае, я переиграю миссию, потому что, ну... Одно ранение, это уже как бы не айс. Пум-пум-пум. Давай, Overwatch. Слушай, может, тебя тоже куда-нибудь послать подальше на обход? Тебя будут видеть здесь? Не видят. Окей. Алиска тоже пошла в аркаду. Ну, с богом. Ой, да ладно! Капец. Очень высокая вероятность. Но он попал. Потому что он уже под флангом. Тут фланга вроде как нет. Фулл кавер. Держимся. И последний выстрел от Лемминга. Ну, тоже по... Молодцы. Отлично. Так, первый приоритет, конечно, офицер. Тут фланг, там фланг. Да везде фланг. Сокращаем. Поддаваем вот так в трасс. Здесь можно тоже флангануть. Не, погоди. Погоди, Аркадий. Так, Алиска. 85-40% крит. Работаем. Раз. Не туда стреляешь! Вот это... Да, вовремя повернулось. Два хита осталось. Бонич может добить. С очень хорошей вероятностью. Но! У Боневора есть гренка. Чисто в теории он гренкой докидывает до одного. Хапач видит только офицера адвента. Но, в общем-то, может подойти и, например, там по гренке помочь. Ну, что ты выпендриваешься? Все. В любом случае, надо добивать. А кто офицера будет убивать, если Бонич промажет? Блин, это же Боневор. Он промажет. О-о-о-о! Давай подойдем, оценим вероятность. Если не меньше 90, то стреляем. 85. Ладно, Бонич, я верю в тебя. Хорош! Так, здесь можно флангануть Леммингом. И заодно передислоциру... Стоп. А тут нету фланга. Можно, конечно, подставить Авамарию. Учитывая то, что у нее ранение, как бы пофиг. Она с очень хорошей вероятностью убьет этого. Хотя... Что у нас там по точности-то? Э, а как... Вроде F1 информация. Не помню я... Не помню. Ладно, давай. Авамария... Да нет, ну ты... Она точно тогда гуф. Того же я никак за один ход не заберу. Ну гуф и гуф, ничего страшного. Двух флангует, стреляет по-ближнему. 85-40. Я его беру в следующую очередь. Какая-то шутка случилась. Копируйте это. А, наименвестим. Окей. Вы берете огонь вверх! Чудом просто Она чудом не попала И чудом сейчас по ней не попали Хорошо Здесь вторая группа Из элитных бойцов Элита просто Икс Чома Обходит с фланга Бонич фулл кавер Смотрит по спинам В кого Один только без С бонусом 66 Стреляет Бонич 66% Конечно А вы Мария Пошла в разнос Уничтожает О, лук Остается последний товарищ Которого чисто в теории Можно и вот отсюда еще пострелять Полукавр, все дела А, нет Отсюда мы его не увидим Эти вижены нет Отсюда будет Отлично Алиска сейчас со спины его тоже 65 Давай, попади Ой, молодцы Ай Радует С первого трая Первая миссия Но, блин, ранение Оно мне совсем не нужно Но, если у него там будет какая-то роль Которую я не люблю Да, хватит мне тут рассказывать Я уже готов Готов миссию заканчивать Хапач Лазерный прицел Окей Да лут Он сам подберется Как только мы заберем этот Заложим взрывчатку Можно было не собирать его Лут, лут Не смотрели первую часть, да? И к с чем Пропустили все Лут автоматически собирается После окончания миссии А тут вопрос одного хода Заложил взрывчатку Прогремел взрыв Улетели Ну, басы Если раненый человек будет спецом То я продолжу Больше всего урона Алиска нанесла Больше всего атак от Боневура Ну и Машка, конечно, у нас Наполучала Ранение там будет дней на 20 То есть это Кто это? Хэвик, блин Вы понимаете, да? Что это провал просто Следующий Иду 34 дня Короче, гоурья Самого, блин, полезного Но с другой стороны Сейчас будут новые люди Объясни страту, в чем провал Провал в том, что В течение двух-трех следующих миссий У меня не будет хэвика С гранатами С самого результативного Ой, сори Необъясни страту, в чем провал Необъясни страту Необъясни страту Продолжение следует... Так Кто у нас здесь? Берс Абер Холи И Петр 74 Дримтим Практически Так Мне сейчас Правда нужно Отвлечься На пару минут Вы уж простите Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Желаю вам успешных выстрелов, успешных потерь, они неизбежны, что уж тут поделать Желаю стальных нервов, стальных, КХМ, стальных их Ханкер Давн, Комендор Да и вообще, не забывайте что вы крутой, Комендор Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вроде готов, сори, что отвлекся Итак, у нас второй трай, не знаю, имеет ли смысл вести подсчет Кстати, чатик что-то у меня свернулся, сейчас будет работать уже И слышал, что соточка прилетела еще, спасибо за саппорт В отличие от прошлого трая, здесь начинаем не с крыши, крыша далековато, использовать ее, наверное, все-таки сомнительно Поэтому просто продвигаемся вперед, используя фулл кавер и пытаясь понять, где... Господи, тут фулл каверов тоже раз-два и обчелся Наверное, по правой части нужно так жить Стоп! Нет! Основная часть будет сразу здесь, врагов Так что... Такие серьезные продвижения в пи... А каверов нормальных вообще не завезли Вообще не завезли, понимаете? Это провал Ладно, хрен с тобой По правой... По правому краю буду двигаться Тут еще мирные, будь они неладны Роман Роман Вон, видите, там уже тоже... Отображалась зона, что типа враги есть Стало быть... Стало быть, они... Но они всегда стоят у... Вон, 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 вон Первый... Первый пак Из обычных Мне бы первым делом убить пак, который... Реально, как тут вообще... Как обходить надо, Михаил? Чтоб безопасно было Первый пак лучше заставить Первый пак лучше замочить Офицер плюс два мелких Или Сектоид плюс мелкий Да-да-да, Сектоид Что за моды? Ну, ссылка же в описании по модам есть Е-мое Сразу Два пака Сразу два пака Причем Это не полный пак То есть там офицера мы просто не видим с вами А он есть А он есть Ладно, еще на полхода Мне абсолютно не на руку То, что Паки находятся в данный момент Довольно близко друг к дружке То есть мне не удастся Их убить На такой позиции Отдельно То есть В рамках... Ну То есть В один ход я их точно не убью Сразу же, да? Они точно меня увидят сагриться Тут уже получше Потому что есть вот раз фулл кавер Есть два фулл кавер Собственно, наверное, имеет смысл вот так вот Подбежать Петру, правда, некуда бежать Нету нормальных укрытий И... Посмотрим Ох, эти же еще слева обходят Но я достаточно далеко от них В данный момент нахожусь Лучше, конечно, с этого пока начинать Так, а эти скрылись, да? В общем-то, в общем-то Можно начать с этих Гадов Стоп, а это не офицер Это... ЦФМ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Не, не офицер Михаил, да, да Привет В отличие от прошлой части Опыт бойцу в миссии после АПа не идет Упорно не замечаешь, чем Да, да, есть такое дело, что Не идет опыт Не идет Кстати, один из модов Как раз Что лидер, типа, получает после АПа Экспу Разменивается ли на эту мелочь или нет Женя тут опять котов всяких носит Черно-белый на этот раз зашел Зачем пришли? Зачем? Хорошо По нему не скажешь, что ему плохо В общем-то Он месяц Она? Не повезло Хорошо, значит В данный момент выбор следующий Либо мы... Да, все нормально Короче, я еще один ход Посмотрю, как будут действовать те, что справа Товарищи, уйдут ли они Или будут, например, справа обходить дальше И подожду действия от этих барсуков То есть, куда они дальше пройдут Теперь у всех наших четырех Четверых пацанов Фулкауэр Это тоже не может не радовать Ну что, не видно никого справа Не видно Ну, значит, инициируем Я думаю Грянка тут Заходит практически отлично Практически Заходит же Заходит Ну, шикарно Так, а этого товарища сюда Потому что он может Не заметить разбегающихся врагов Инициируем Но Начинаем с самого слабого пака И Вообще Двух сразу убивают Третий обречен Абсолютно точно Потому что сейчас три овервотча Без штрафа это Забей Вопрос Кто только его убьет Берс стреляет Сразу вон шаг А лучше, лучше Чтоб это был сектоид Или там Пачка с офицером Так, я верну Берса сюда И поближе Петра Подведу Хотя у него там Это же пола укрытия Правильно Следующим шагом Следующим шагом Нужно понять Как Как ходит По какому скрипту Ходит следующий пак Местечко хорошее Ну, у Абера Нет гренки Блин Я понимаю, что можно ближе подойти Скорее всего спали уже там людей Ладно, давай У этого гренка есть Испулил Так Видим откуда Звук Они находятся вот здесь И помним про то, что все-таки У нас впереди еще два пака Давай, Петр Пошел с гренкой Спулил Офицер Вот Уже Как бы Позиция Ну, хотя Одного мы можем флангануть Вот этого товарища Мы можем флангануть Главное Увидеть С какой позиции Это лучше сделать А позиций нормальных нет Только полуукрытие Что Сразу же Увеличивает Вероятность Попадания Можем, конечно Кинуть сразу гренку Например, в этого И флангануть отсюда Да, наверное Это правильное действие Тогда нам Не придется Подставлять двух левых И мы спокойно Расправимся Просто с этим Да, двое Его видят Что делать Берсум Двигаться Обходить Нежелательно Вообще Но хочется Сделать так Чтобы Ну, потому что Я, скорее всего Там наткнусь На еще один патруль Здесь слишком высокая кучность Пожалуй, побегу Побегу им В такой легкий обход Так Сначала Абвером стреляем 66 Давай Леш Лысый Актуальненько Так, Леха убивает В принципе В принципе Можно Типа Подойти Холли Вот сюда Под полуукрытие И Там Пострелять По этому чуваку С фланга Но это Опять же Полуукрытие Понимаете Полуукрытие Это Риск А риск Мне Ни к чему Поэтому Лучше Овервотч Глядишь Поймает Кого-то Так Этот Фулкавер Ты что Он видит? Нет Овервотч Есть Срабатывает Овер От Холли Холли мажет К сожалению И он Стреляет По полуукрытию Берса Все-таки Обнаружил Но промахивается Отлично Хорошо Так Дальше Продвижение Вперед Весьма Рискованно Опять же Из-за того Что есть Паки Этого Можем В общем-то Тремя Пострелять Но вероятность 50 Есть еще Две гренки Поэтому я Наверное Берсом Начну Закидывать Гранатами Но Опять же Нужно Для начала Хорошее укрытие Их нет Хороших укрытий Нет их Просто Холи Докинет А Холи Докинет Кое-как А Слушайте У него еще Такого Типа Укрытия Которое Не Разрушится Поэтому Граната Мне Не Поможет Да Можно Обойти Можно С фланга Обойти Но Во-первых Я подставлю Из-под этого Товарищей Не забываем Про еще Один Пак Короче Получается Так Что я должен Перестреливаться С этим Леммингом С вероятностью 50% Роллинг Ваш канал Пускать Мыльные Пузыри Ничего Не было Так Петру Достаточно Сложно Двигаться Потому Что Потому Что Там на Овервотч Она сразу Короче Стреляем По ближнему 50% Полуукрытие Вот Пожалуйста Это раз Здесь Овер Здесь Ханкер Здесь Овер Ваши действия Ааа За подкреп Пошел Опять Я забываю Что последний Чувак В паке Он Очень Часто Ливает Очень Часто Я пользуюсь Паузой Перезаряжаюсь Надо Берса Было Переставить И Обвести Его Надо было С фланга Сейчас Вообще Можно Сейчас Разделиться Два Два Вдва И Вперед Только Делиться Наверное Нужно Направо Потому что Там По крайней Мере С укрытиями Не такая Засада Да Ладно Как ты Увидел Слышишь С С какого Перепугу Откуда Кого Ты Видишь Пам 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 Вот это Поворот Я Не понял Как Так Миша Вчера Отключил Мой ник Я написал Сапрос Вчера Вечером Нет Никакой Дай Ты можешь Восстановить К мейлу Основному Привязан Но блин Я больше Не знаю Куда Писать И самое Главное Не сказал Что ты так Больше Делать Не будешь Поэтому Ничего Не сделать Сектоида Слева И с саппортом А вот И наш Друг Вот это Нормальный Пак Видите Сектоид Офицер Так Берсом Флангуем Только Одного Ой Слушайте Тут же Сектоида Можем Оооо Они Так уж И плохо Ну потому Что я Сразу Сектоида Флангую Вот Вот этим Товарищем Ну почти Это вопрос Да Вопрос Опять Полуукрытие Капец Как же Мне не хочется Ну С одной Стороны Вроде Как Нужно Лезть Нужно Лезть Нужно Пытаться Критовать Это уже Аркада Во-первых Хаббер Далеко Хотя Не Не Далеко Он Тоже Сектоидом Да Поехали Рио Подчеркивание Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Мое почтение Чомандэ Удачи На полях Правосудие Спасибо большое 65-40% Друнин стреляет Хороший Крит Отлично Сектоид уже На ладан Дышит Петр 74 Рус 67 Ну Только Только Так Да Давай Добиваем Хорош Сектоид Остается Два Упыря Одного Из них Мы Мы Флангуем Плюс Есть еще Гренка Но Гренку Кажется Я нормально Не докидываем Да Поэтому Просто Флангуем Раз 65-40 Берсом Хорош Блин Дримтим Вырисовывается Остается Холли Холли Наверное Гренку Кидает И не докидывает Скорее всего Да Ну Значит Overwatch С Богом Ну Вопрос Попадет Не попадет С вероятностью Процентов 50 Стреляет По Берсу Попадает На Трехита Паркадил Да Ну С другой стороны Два киллса Все дела Берс идет Вперед Закидывает Гренку Эта штука Не уничтожается Кажется Да не Уничтожается Нормально Когда добиваем Опять Рабили Но опять же Если Как не уничтожилось Вот Да Хек Есть еще одна Граната Вдруг он с двух Раз уничтожает Ее Давай Ну Как будто Этого Укрытия Уже нет Да Его нет Но как бы Оно Оно есть По факту Никаких Флангов Ну Приехали Я мое Капец Это Это Икс Чум Чумандр А эта Скотина Будет стрелять Блин Ладно Давай Агрессивненько 49% Попадание Хорош Ладно И так Сойдет А где лут? Что-то я не понял Где лут? Лут Не выпадал Закладываем Взрывчатку Надеемся На то Что Берс Будет специалистом Главное Чтоб не Хэвиком Желательно Чтоб не снайпером То есть Без штурмовика Без спеца Я поживу А вот Без Без Хэвика И снайпера Будет тяжело А Я взорвал лут В первом паке Класс Вот я Нубас Абер Вот похож Реально Нос его Выражение лица Его Лысин его Процент попаданий 100 Так Начинаем С Раненого Берсом Снайпер Ладно Продолжим Так О Друнин Специалист Так Холли Хэви Ну и получается Что Петр 74 Рус Это Штурмаж Добром Трупы 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 Никаких Апов Хреново Кстати Без Апов По Исследованиям А это Модули Чтоб Можно было Ставить Да И Бредно Это Армор Пойдет Модульное Оружие В Инженерки Сейчас Будем Вспоминать Инжей Нет Строительство Отсеков Ничего не Сделалось Так А в первом Отсеке Что у нас Можно сделать Партизанскую Наверное Кстати Школу Хотя Рановато Для Партизанской Школы Звание В ближайшее Время Не будет Хотя 28 дней К этому Моменту Уже может Кто-то Появиться Мастерская Точно Мимо Ее Позже Надо Делать В совсем Другом Месте Реле Питание Пока Не Требуется Да Партизанскую Школу Надо Спилить По Бойцам Абвер Холли Петр Дальше У нас Идет Диен Новобранец Дмитрий Мерчук Слон Нексперто Товарищ Артстоцка Вот Кого-то Из них Возьмем Так А по Карте Глобальной Посмотрим Что у нас Это за Регионы Что за Бонусы Может Вытащим Да Конечно Ничего Вообще Не видно Да Надо же Начинать Со сканов Материалы Нужны ли мне Материалы Пока не нужны Надо Подключать Регион Сначала А нет Стоп Это Какой-то Не регион Подключать Это Просто Развед Данные Что я несу Блин Такой Ну Бас Все Забыл Уже Я разведдан Модульное Оружие Готово Теперь Магнитное И улучшение Что самое Главное Которое Я навесить Не могу Потому что Биотехнология Это Как бы Так Так Опа Цель Александра Авдеева Инжа Получим Легко Защитить Устройство Западная Африка Изи В самом деле Нифига Не изи Понять Слава Артсовски Артсовски Хорошо Из Китая Правда Почему-то Она Гранаты Гранаты Еще раз Гранаты Специалист С модулем Тут Две Две Грянки У Хэвика Тут Мели У нас Появился И Дробовик Кстати Дробовик Мы не можем Пока Что Благодаря А нет Вот Есть Пистолет Пулемет Вот Это Кстати Один из Апдейтов От Лонгуора Это Пистолет Пулемет Урон 24 Размер Троечка Урон Ниже Чем Дробаша Размер Ниже Мобильность 3 Выстрел Завершает Ход Добыт И Паях Дают Бонусы К мастюкировке Мобильности Лучше Подходит Для стрельбы На короткие Расстояния Ну Штурмовиком Нужно Как раз Меньший Урон Штраф При стрельбе На дальней Дистанции Окей Окей Ты Товарищ Сказал Что места Не покупаются В отряде Но Эксперта За 36 К Купил 36 К Во-первых Не 36 А больше Насколько я помню Во-вторых Это было До того Как Еще были Вакантные Места Мобильность Плюс 3 Получается Благодаря этому Пистолету Пулемета То есть Штурмовику Подобная Пушка Она как бы Да урона Меньше Но зато Он Пошустрее Будет бегать Окей Какая задача Чистенько Все пройти Без ранений И все будет хорошо Поехали Поменьше Взрывать Собирать Апы Навешивать На оружие Я еще же модуль Профукал Первой миссии Там же Плюс здоровье Плюс мобильность Все Все не так Короче Тем кто Недавно присоединился Здравствуйте У нас тут У нас тут Пилотная Трансляция По Их Чом Impossible Iron Man Плюс еще Три Мода Которые Есть От Создателей Long War Бронированные Мутоны Лидеры В офицерской Школе И вот Такой Такая Новая Пушка Типа Мобильного Дробовика Пистолета Пулемета Легкой Пушки Которая Повышает Мобильность Но обладает Меньшим уроном И большим Штрафом За увеличение Дистанции Да Флешку Надо было Кстати Брать Флешка Хорошо Заходит Да Несим А Хорошо Во-первых У нас маскировочка Во-вторых У нас нет Ограничения По ходам Есть конечно Ограничения По уничтожению Пришельцами Этого устройства Но Как правило Это больше Чем 10 ходов И Это здорово Если говорить О Местности Если говорить О местности То Нужная нам цель Находится Во втором доме Тут Эй Эй Привет Миша Раз уж Галума пока Что нету Я за него Значит так Вижу Чамандер Трансляцию Начал По икс Чому Только включаю И вдруг Выскакивает Какой-то дед С бородой И посохом И как Зарет Майкер И ушел И ушел А я ему Как дал По голове И в ответ Прокричал Не спойлери Да Да У меня почему-то В чатике Не отображается Сообщение От саппорта Ладно Так смотрите Я пытаюсь понять Каким макаром А вон Вышку может попробовать Сломать Тогда в сторону вышки Потихонечку и двигаемся Специалистом в особенности Специалистом За специалистом У нас Абер Привет ему Ааа Сектой Ты солдат Окей Да Можем уже Попробовать Сломать Я хочу Просто посмотреть Что там за бонус И какая вероятность Возможно Мы захват Оставим На потом Чтоб не рисковать Если там будут Дебафы жестким Так Сила воли Снижена на 20 Получите данные О станции пришельцев Подкрепление К вашей позиции Да Это нужно оставить На На потом То есть К Хотя Блин Я не знаю Как я там Если я всех убью То получается Да Нужно Уже оставить Там одного противника Какого-то несчастного Давайте подойду Хэвиком Да Потому что Так С фланг Меня вроде не обойдут Вроде Это ключевое Хотя Слева Может быть Пак Стоять Стоять Тихо Там еще один пак А И начинают Месить Передач А еще Где там Один пак Ой Жара Сейчас пойдет Ой Пойдет Жара Во-первых Я тут ни черта не вижу Возможно Мне не стоит Так близко Подходить Но инициировать Это как-то надо Правильно В принципе Можем товарищам Нет Уже хэвиком Надо гренками Закидывать Просто К черту И все Но чтобы Хэвиком Закинуть Все равно Придется подойти Ладно Давай Тогда поставим Холли Сюда Тихо Надо видеть Двоих Двоих же накроют Собственно Но я видел Что там еще один Пробегал Солдат Так Тут накрываем Ок Они же сбегаться будут Давай Фулкауэр сюда Сюда Тоже видим Полукрытие Не хочу Не хочу Я за полукрытием Сидеть Так Овервотч Овервотч Ладно Давай сюда Инициируем ПД Еще Холли Дерзкая О Там Я вижу Уже Вторую паку Входа Блин Раз Три овервотч Ребята Давайте Не подведись По сектоиду В первую очередь Отлично Пять Еще разок Блин Мимо Кто-нибудь Есть Последний овервотч Попади Прошу Ес Лут Отлично Сектоид умер Но Солдат Остался Гад И его ход Но я бы на его месте Свалил бы просто За подкрепой Этот пак Мы тоже О Не спулили пак Ха-ха Хорошо Так Он там Не на овервотче Вроде стоит Потому что Я не видел Яких овервотч Не забываем Про протокол Надо двигаться Ближе Конечно же При этом Желательно Держаться Фулл каверов У меня штурмовик Сверхмобильный Петр Благодаря Благодаря Своей пушке Опа Три человека Ну я ожидал Что они там Просто может они А ты Почему с остальными Ты побежал Так ребят Там как минимум Одна гренка Должна залететь Сюда Может быть даже Не ну Получается так Да Получается так Вторая граната От Хейк Пошла Один минус Этот С фланга Ричард Стоцка Ни черта Не флангуют К сожалению А чё я так Подхожу Тут странно Не проверил Вижу или не вижу Кстати Поплатился Так тут Протокол Скорее всего Или пострелять Блин Тороплюсь Нельзя торопиться Михаил Да Под фулл кавер Да Там обычные Товарищи Но будет стрельба Стрельба будет По кому Либо по хэвику Либо по По кого ты видишь Всех троих Видишь Значит Протокол защиты На Петра Петр Стреляет сюда 71 Должен добивать Хорошо Протокол Помощи На Петра И скорее всего Тогда будет У нас Овервотч Табер Здесь тоже Овервотч Сбогну Давайте ребята Есть один Овервотч Отлично Попадание Ес Как же они жгут Молодцы Один остался И Нет Овервотч Больше Далековато Ой Стреляет по холле Промахивается Слава богу Взрыв Ну это Dream Team Так Ну я собираю лут Во-первых И наверное Сейчас я подкрепу Попробую вызвать То есть Попытаюсь сломать И вызвать подкрепу Потому что Расширение магазина И драйлер Оп Увидели Господи Я в шоке Труп сектоида Просто прилетел Из ниоткуда Просто подкрепа приходит Так Подводим Лешу Перегруппироваемся Надо еще подумать Как лучше Вообще поближе Барда Стоцку подвезти Потому что У нее гренка есть Она может помочь Так Футыш Но овер Надо отступить Чтобы не наткнуться На третий пак Раз Два Сильно подвезти Может Я лучше Соберу в очм Там же будет У меня ход Все равно Пошел дропчик Это хорошо На самом деле Что он Не спонтанный Что я не ограничен По времени Что врагов вокруг нет То есть я смогу Без Серьезных осложнений С ним разобраться Офицеры Два солдата И пошли оверы Попадание Раз Минус солдат По машине Четверку еще С офицера сняли Вообще Топич Ребята Жгут Повышение У Арстоцки И этого мы флангуем Сам дурак Значит Арстоцки Стараемся не убивать Получается Да Ну потому что Смысла в этом особо нет В первую очередь Качаем холи А это не с фланга Я обошел Ну ладно 66 Хэви Это Если попадет То Конечно Есть штурмовик Но не хотелось Просто Понимаете Ладно Давай гренку Не будем выпендриваться Надо было вообще С гренки начать Ну чтобы уничтожить Укрытие И спокойно добить его Все равно Лут С него Не Давай Тррр Доброе Так Теперь Я хочу Зря к СТР Подхожу Потому что Там же паки двигаются Мог сейчас спулить Под конец Хода Опа А вот и пак Или это просто Машина взорвалась Да Это от выстрела Машина взорвалась А вот и проявился Проявился пак Но Учитывая то Что Он далеко И у передатчика Есть еще запас Я пожалуй Попробую сломать Лехой Что Леха Давай Скорее всего Возьмем 50-50 Хотя Не ну На самом деле Данные О станции Конечно Сверхценная информация На вероятность Хотя Сила воли Мне особо не поможет Не Давайте Сила воли Получил бы Блин Прикиньте Надо было рисковать Ну только в такие моменты Понимаешь Да Надо было рисковать Потому что все равно я готов был этот пак убивать То есть штрафа как бы серьезного не было Это косяк Это косяк Судя по выстрелу Там был сектоид Стрельба была Из-за дома Скорее всего Скорее всего Я сейчас разделюсь Штурмовик Пойдет на разведку А трое прыгнет на крышу На крыше нет укрытия Но там такая крыша Что Да Сиктоит Сиктоит Они могут выйти еще на меня Ну посмотрим Они будут стрелять Нет Видите Не стреляют Сейчас по передатчику Короче Двигаемся к этой стенке Ориентировочно Ждать на что-то не спалили Конечно Сиктоит Сиктоит Левее они Поехали на крышу Раз Могу кстати Через эту дырку Что-то увидеть Ничего не видел Это очень хорошо Так штурм Пока сюда Глупость сделал Только что Ладно штурмовика Тоже тогда наверх Не торопись Я уже наошибался Сейчас главное Никаких ранений не получить Освобожу Клетку для спуска Штурмовиком Штурмовику Потому что Во-первых У него гренка Во-вторых Противники Не должны Спалить меня Сверху сначала То есть Они должны Сагриться на Петра И в идеале Они чтобы еще На том ходу Перед тем Как я их замечу Они еще Постреляли по передатчику Это было бы идеально Опасно Подожди Сейчас Секунду Сверху Не проявляются Ладно Поехали Так Сверху 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 Подхожу Чуть поближе Да чтобы У меня была Возможность В следующий ход Уже Пацанами С Крыши В один ход Обходить А вот 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 Они Овервотч От Штурмовика Там Три человека Сектоид И два солдата Они на втором этаже Что ли Спустились Обошли Так Хорошо Сейчас разберемся Значит Сектоид Находится Снизу Один в доме Другой в доме Окей Я тут В шаговой доступности В общем-то По крайней мере Чуваками Которые с крыши Что по Гренкам По Гренкам Ересь Пока что Не задеваем Больше чем Вообще Тут в один ход Должны Справиться То есть Тут фланг Тут фланг Главное Хэвиком Сделать так Чтобы Да Да Работаем Аркадий Давай С критом Главное Попади С критом Сектоид 86 40 Ладно Главное Просто Попади Крит Будет Хорошо Но Не обязательно О Хорошо И попал И крит Трихитатом Осталось Как раз На Гренку Скорее всего Я не буду Больше рисковать Я кину Гренку В Сектоида При этом Я сомневаюсь Уже Вот этот Опаснее Чем правый То есть Нужно Забирать В первую очередь Его Потому что Этот Флангует Хейвика И всех остальных А этот Не флангует Что по мечу 88 88 Понятно Отсюда Хорошо Заряжать Как раз Под полукрытием Я окажусь Да Давай так Поехали Раз Далее Гренку Гренку Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо холли качать господи в жизнь перед глазами промелькнула а ты за кавром оказывается так 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 миша не торопись там оказывается мусорный бак был ладно режь в общем 88 спасибо ладно ранений нет все вроде чистенько еще кто-то будет есть безупречно флоллес викторий 50 процентов попаданий вот так себе конечно сейчас будем смотреть на ap и интересует кем станет артстоцка надеюсь на второго хэвиком и на снайпера конечно же который отдыхает 39 блин дней хардстоцка такая веселенькая со звездой татушку нет звезды на руке так ну что три левелапа обер специалист либо ну протокол нападения мне больше нравится чем протокол лечения петр штурмовик левелап мастер клинка или фантом но учитывая то как он режет я наверное все таки возьму его хотя фантом я не пробовал ну типа на разведку не мастер клинка блейдмастер имба и артстоцка кто же хэвик яс все теперь у нас есть необходимый минимум два хэвика лично и драйлерия и модифицированный расширенный магазин проект аватар чё мэндер ладно я сбегаю на минуту вы пока посмотрите снимать репортажный монат-клифтенциал отсюда снижение 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 адвентом с одной из шагов это здорово увидеть вас снова в деках снятия я сделал все я смогу поддержать на порталове это были эти оперативы которые привели к интеллину прихорая Продолжение следует... 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 Соколик Так, а я не могу установить связь, да? С регионом Пока исследования соответствующие не сделаю То есть мне опция сейчас только за разведданными возвращаться Сейчас, скорее всего, какая-то миссия будет на выбор уже Уже пора Да, задание Мария Шишина, ученый и 96 разведданных Эвакуировать випа из города, контролируемого адвентом Обязательно А почему мне каждый раз приходится Приходится накидывать этих бойцов Я беру, соответственно, двух хэвиков Спецай и рейнджера Без снайпера Ну, это лучше, чем новобранца давать Так, светошум кому? Наверное, все-таки Лехи Он как специалист все-таки Находится дальше, чем остальные А у Гренки Светошумовой рейндж побольше Улучшение еще надо поставить оружием Отдаем ему светошум Магазин еще увеличенный, можно поставить Но хэвики сразу исключаются Тут типа меч есть все равно Но у пушки три заряда Возможно, все-таки Петру Ой Аааа, слушайте У меня же нет бонуса Я модификаторы буду ставить один раз Ау Да Пять гранат Суммертайм Добрый вечер Чамандер Чамандер, да Вопрос по модам Ты же наверняка их изучил Среди них есть несколько полезен Например, показывать хп в числе Не, я таки не ставил Прицеливание гринками по границам сферы А не по клеткам Не изучал я их Почему их не используют Слишком легко Инвисус штурма Попробуем Я изучал только те моды, которые от Лонгуора Типа вот Близкие к А так-то я видел, что И у Дюка Моды по количеству хп И по Ну, в общем-то Много всего полезного Но их не ставил Надо сейчас еще очень внимательно Относиться к апам Следить за тем, у кого У кого повышение Но на самом деле Лучше не выпендриваться И И стараться все-таки просто Не получать ранений Тем более не Не терять народ То есть стараться минимизировать риски Потому что Только-только вот основа идет Нашего отряда Формируется, так скажем Вообще Випа эвакуировать Можно не уничтожая Всех врагов И надо помнить про эту опцию Что если что Можно просто ливнуть Ну, как-то там Быстро свалить Ё-во-ё-во Тут, кажется, змеи уже появляются Капец, мне столько чапать Я одинка поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Я знаю точно наперед Сегодня кто-нибудь умрет Удачи Чемандер Спасибо К сожалению, ты прав Так, давайте пробовать Попробуем изучить местность И выработать план Тут заправка Крыша Я очень не хочу Идти вот Через Эту площадь Во-первых, потому что Здесь сплошь и рядом Полу-кавера И во-вторых, я Если окажусь здесь Просматриваюсь я Отовсюду И с этого здания И с этой дороги И с правого строения А противники могут быть Где угодно Поэтому, скорее всего У меня 12 ходов Есть на эту миссию Скорее всего Надо двигаться бачком Тем более, что тут Угол карты И как-то проходить Через это здание Тут еще вышку Можно оценить И сломать Минус этого плана В том, что Я неизменно Потрачу Больше ходов Просто тупо На перемещение Потому что Делаю такой Легкий крюк Блин И я не в инвизим Капец Ладно Хэвик пошел Первый Мартстольский Вперед Никого не спулили Отлично Бензоколонки Взрывающиеся Опасны А вы Марию Будем доставлять Наш VIP Ой, чувствую Сейчас пойдет жара Звуков нет Уже хорошо Петр Благодаря мобильности Своей клевой Прятаться за этими Бензоколонками С одной стороны Хочется зайти за Фулл Кавер Но это Хотя вот сюда Можно Потому что Колонка за машиной Поехали Так, мирных Вижу Врагов Пока не вижу Тыщард Стоцком Не нравится мне все это Ой, не нравится Роджер Было Випом Разведка Делать Вот И хочется С одной стороны Подойти ближе Но я Блин Рискую Рискую Хожу По полхода Ребят Ничего не могу Собо сделать Боюсь И зря Как выяснилось Так Ладно Заходим Или здесь Проверим Не Заходим Отлично Чистенько Что-то Мне такая Так Стремно Вы бы знали Как мне Стремно Так Любопытно Я Лехой Отсюда Скорее всего Я увижу Эту вышку И смогу Оценить Да Смогу Оценить Уже Хоть Какая-то Информация Попробуем Вышку Сломать Какие там Какая вероятность Какие бафы Какие дебафы Солдат Получает Полную неуязвимость С двум Атакам 50% Раскрывает Вашу позицию Противника Вообще Плевать Судя по всему Плевать Но хотя Неуязвимость Именно на этот Ход Точнее На эти две Атаки Она Конечно Ну в любом Случше Надо ломать Но не сейчас Надо хэвиков Подводить Сначала Полухода И кого-то Скорее всего Заводить Наверх Но тоже Так А сколько мне Останется Чапать Блин Капец Там реально Долго Ой Нельзя Нельзя Тянуть Сейчас Я эти Ходы Ценные Короче Леша Беги Все Бежим Раз Бежим Два Сидим Три Там Стекла Понимаете Стекла Ричард Сотска На крышу Будет Забираться Что Ломаем Ломаем Девять ходов Понимаете Я три Хода Прос Тратил Не дотянул Не дотянул бы я До 16% Но теперь У Леши Есть Два Хода Неуязвимости К двум Атакам Исходя из этого Именно он Пойдет у нас На разведку И будет Агрить Так Артистоска Наверх Опасно Сейчас подходить Вот так Так А если Я заведу Нет Так ты не заведешь Петра Нужно заводить Наверх Господи Девять ходов Девять Карл Ой Спылили Так Эти пацаны Застряли в текстурах Хорошо Они рядом с бензоколонкой Это три обычных солдата Леха видит Бочку По которой может попасть По колонке Но Прежде чем Так действовать Я пожалуй Им подойду Еще поближе Для того Чтобы не терять время Не терять ритм А Вот Да А теперь он не видит Эту колонку Ёпра С этой Не мы то ее взорвем Просто У меня был другой план Можно конечно спулить Но Это В разрез Тому плану Которого я придерживался Как он ее не видит То вообще Вот она колоночка Почему он ее не видит Раз Два Три Да граната долетит Тут столько гранат Просто я не хочу Тратить раньше времени Гранаты Попробуем сейчас Петром посмотреть Что он видит Что он не видит Вот он видит Например У бочки есть плюс В нее ты всегда попадаешь Что? Какого? Куда ты стреляешь? Господи Я же на бочку Дважды нажал на нее Ой 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 Капец Попали И это тоже видит Ладно Давай Ты то Пострельнем По ней именно Добро Так Не забываем Про то Что есть Протокол Атаки В принципе Леха-то может И На два хита Его А протокол Нападения Пожалуй Запущу Попасть Просто сейчас Довольно Проблематично Будет Больше Никто Не поможет Так Отсюда Я случайно Не до Не Я его По дистанции Тупо не вижу Но с другой стороны Я отсюда На овервотч Могу его поймать Если он пойдет Вперед Да С Богом Есть Есть На это И расчет Ёф Вообще Дримблин Тим Да я не хотел Гренку Опа Еще Пакси Кто Спулин Так Ладно Это под Гренком ПД Там Взрывы Такие Адские Здесь Напрашивается Вот Вот Так Напрашивается Естественно Только Напрашивается Для начала Уход За укрытием А как У тебя С дистанцией Есть запас Есть Хороший запас Значит Холли Так Пошла Гренка Ну в смысле Вот так Вот Интересно Сколько здесь Паков У меня опыта Это нет Надо делать Все Очень быстро Именно Именно По Ходам Не торопиться В рамках Одного Хода Но Надвигаться Петр Конечно Может Ворваться Даже Сектоидом С хорошей вероятностью Ваншотнуть Но Также Здесь Угла Не будет Скорее Не Есть Угол Ну что Может Забьем Нет Никто Действие Двигаться Блин Очень Нужно Двигаться Миша Очень Это далеко Не последний Блин Пак Как пацаны Могут Поучаствовать Второй Протокол Нападения Гуф Гарантированный Того Петром Залететь Порезать Ну Смотрите Если Я Петром Не спулю Никого В попытке Убить Сектоида Все Ок Но Если я спулю Я тут окажусь В такой жесткой Ситуации Без укрытия Без всего Это Очень печально Поэтому Что-то Мне подсказывает Что надо Подтягиваться Хэвиками С одной стороны И закидывать Гренки Дальше И делать Попутно Еще Разведку Того Что там Дальше Идет Увы Находим Угол Не Не Что Что Делаешь Господи Убиваем Гарантированного Мелкого Доводим Ищися Кто Это До До Нужной Кондиции Протоколом Протоколом Я его Все равно Не заберу Остается Два Человека Это Абвер Вообще Сектуэт Не такой Опасный То есть Ну что Все за Каверами Он скорее всего Сделать Какого-то Зомбаря И все Гораздо Интересней И опасней На мой взгляд А Слушайте Я же Лехой могу Подходить У меня же Неуязвимость К выстрелам Вот им-то Как раз Я разведочку И буду делать Поехали Надо было им делать Раньше Разведочку Он видит Сектоида 40% По крайней мере Протокол Может езнуть Петр 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 говорит Что надо Гоу Мочить Ты не знаешь Под что Ты подписываешься Отвечать Ты все равно Придется Мне Не Он может Гренку Закинуть Так же Но я уже И так Растратил Растранжирил Я бы даже Сказал А Слушайте Давайте Подойду Вот так На пол Хода Сначала А там Будет видно Если мы Спалим Кого-то То будет Вопрос Одной Двух Клеток То есть Если Не спалим Все Тогда Все проще 91 режем Вряд ли Мы там Двумя клетками Кого-то Увидим Что-то Я бы Не подумал О том Что можно Полудействие Сделать Отлично Второй Пак Минус Но 7 ходов 7 ходов 6 уже Леша Идет первым Потому что Он молодец Сейчас Надо двигаться 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 Что дальше Двигаться Надо дальше Двигаться Миш Никого Не спалил Ну хорошо У меня тогда Получается Есть Есть Возможность Просто Значительно Сократить Дистанцию На этот Ход Очень Серьезно Сократить Ее Чем Я и пользуюсь Леша Продолжает А точка Эвакуации Уже Близком Давайте Изучим А Вот он Пак Мы уже Видим Пак Господи Вон Сектует И два И два Упыря Разбегутся Гады Я бы Артсоцку Подвел Под фулкауэр Но лучше Конечно Чтобы они Спулились На Лешу Опять же Ладно Поехали Раз Сейчас увидит Ну хорошо Змея нет Пока еще Этих Милишных Тоже Это Видимо На следующем Месяце Появится Так Отлично Верхнего Можно Грянкой Тут В принципе Все Так Неплохо Присели Под Гранаты Причем Сектоид Не Не флангуется Сектоид Отсюда Докинем Докинем Точно По сектоиду Надо Давай Так Арт Стоцка Точно Сюда Сейчас Попробуем Две Гранаты Уничтожить Большинство Упырей Вообще Идеально Смотрите Укрытие Ну не совсем Вот так Вот так Будет Хорошо То есть Укрытие У сектоида Стеночку Снимем Тот Может Упасть Хотя Он Кажется Не падает И дальнего Еще Гранаты Сразу Укрытие Мы видим По Иконочкам Поменялось То есть Укрытие Все раз Уничтожены Крыша К сожалению Не рухнула Но Самое главное Что нам Открылись Так 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 Алёшь Что может Пострелять 76 72 Протокол У него есть Гарантированный Так А Пётр Что Пётр По-любому Может попасть Просто подходим 73 70 73 24 40 Грянку Никак Да Грянку Никак Давай 73 Кретон Кретанул Сейчас Протоколом В общем-то Можем Сектоиды Добить Холи Вот Или Перестраховаться И светошим Кинуть Прям совсем Уже Тогда Не получит Фраг Да забей На фраг Михаил Просто Если я Вырубаю Сектоида Ну То есть Опасен Чувак Который Наверху Стоит Мне лучше Один Ход Спокойно Людей Перестрелять Чем Там Рисковать Чтобы Там Вверх Не стрелял Как-то Еще Гренка Я уже Не буду Мочить Потому что Есть еще Вероятность Что лут Достанется Мне Сектоида Убиваем Потому что Убиваем Конечно Он Зомбаря Будет Поднимать Да Я в любом Случа Не убил Бы Оставшимися Людями Трех Трех Врагов Поэтому Дезориентация Наверное Самый Сейфовый вариант Сейчас Если Сектоит Зомбаря Поднимет Какого-нибудь Стрелять Он особо Не может Овервотч Окей Этот Сверху Стреляет Дезориентирован Плюс Фулл Кавер Этого Флангануть Можно Тоже На Овервотч Ну Дезориентация На них По-прежнему Есть Но Конечно Хотелось Бы Вот Сейчас Уже Потихонечку Овервотч Снимать То есть Я должен Наверное Протоколом Нападения Минуснуть Один Овервотч Сектоида Фетр В общем-то Может Ворвать О Лут Отлично Так Давай-ка Ты не будешь Пока что Ворвашки Играть Мы можем Флангануть Этого Товарища У него штраф На овервотч Штраф На дезориентацию В общем Крайне Маловероятно Что он Куда-то Там Попадет А так Фланг Будет Так Фланг Будет Арцотск Подставляешь Да он Не попадет Еще раз Все Говорим У него Там Вероятность Процентов 10 С его Там 65 Точностью Минус Двадцатка На овервотч 45 И дезориентация Который Режет Еще Нафиксированная Как кажется Но не попадаем Мы 67 Но теперь мы Свободны В плане Овервотча То есть Можем уже Да Свободны Это свободны Но верхнего Это как Сбивать Так Холли Может В общем-то Верхнего Снять Вот так Эвакуацию Вроде Я не уничтожу Лут Я не уничтожу Да 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 Сделаем Так Хотя Может Точку Я достану Эвакуацию Ну В принципе Все равно Три хода Есть В запасе Может быть И успеем Уничтожил Ой Все Это Капец Да успеваю Чего ты Кипишуешь Беру лут На этом ходу Кидаю В этого Упыриогренку Райлери Ахахаха Блин Семьстрим Мне повезет Да Ё-моё Семьстрим Ну что же Вы творите Это Господи Так Все Я Випа Эвакуирую Нафиг Надо Господи У него Сейчас Просто Дезориентация Закончится И я Под фланг Подставил Своего чувака Это Это ГГшечка Беги Беги По морали Проваливайся Все мертвы Ты никому не нужен Козлина Промахнись 65 Промахнись Спасибо тебе Фух Сам такой Так Три хода Три хода Ха-ха Так Штурм у нас Мобильный Поэтому он добежит Он добивает Гренка И добегает Все остальные Эвакуируются А остальных Можно через точку Выводить А да Можно же Поставить А не Способность Недоступна Че Двигаем Так Только вот сейчас Не дай бог Там еще Пак какой-нибудь Поэтому я По полходика Все делаю И вроде Ок Все Так Этот Эвакуировался Эвакуировался Петр Очень Мобильный Товарищ Арцоска Тоже Хорошо Ходим Слушайте Чистенько Прошли миссию Риск был Но по факту Ранения Не было Спасли Одного Ученого Марию Константиновну А вы Марию Вторую половинку Игоря Андреевича И Фух Теперь уже Все нормально Безупречно Изи Капслок Жмем Чтобы быстрее Прошла Это В заставочках Я жду Апов Не следил За тем Кто там Повышение Получал Никто Не получал Ядро И разведданные Кстати Дали Так Шишину На исследование Автоматически Подключили Да Чем Мэндер Да Да Так Ну дальше Мы ждем Окончание Следа Новобранцы Еще Мне бы Блин Не новобранцев Мне бы Чего-то вообще Другого Расчищенные обломки Отлично Материалы Дали Погоди Чистим Значит Справа Здесь Я должен Буду Поставить Слушайте Мастерская Если будет По центру В перспективе Мне нужно Сделать Так Чтобы Гремлины Работали Вот В этих Четырех Направлениях Первое Направление Ну Стабильно Чтобы они Там Были Нужны Соответственно Гремлина Одного То есть Нужны Реле питания Всякие Спутниковые Связи Модули В центре Технологии На лечении Тоже стабильно Один человек Сидит То есть Центр технологии Наверное Имеется Здесь Смысл Строить Но я По реле питания Упираюсь То есть Нужно Следующим Ходом В углу Например После Расчистки Завалов Через Десять Дней Ставить Да 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 Притык Уже По электроэнергии Исследование Завершено Средством Связи Сопротивления Центр связи Радио И Доступные Контакты Станция 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 Связи Must Have Гибридочка Это Армор Радио Это Вышки Магнитка Долга Офицер Адвента Типа Оно Приоритетное Но я не помню Что оно даст На четыре дня Подкупает На четыре дня Подкупает Инжи нужны Как воздух Вот Что у нас За Во-первых Мы устанавливаем Контакты Это Мастхэв Нам нужен Регион Нам нужен Бонус От этого Региона Разведданных 80 Бросаем Новобранцев Тем более Что они есть И полетели Устанавливать Контакты Вскрытие Офицера К чему привело Зона Испытания Черепной Бур Понятно Мои перепасы Гранаты Тоже Очень Нужны Капец На все Не хватает Инжи Нужны Нужны Нужно Копать Нужно Строить И Закончится Первый Месяц Террор Мой первый Террор Мои первые Безликие Я без Снайпера Еще Ну как бы Судя по Килл сам Нужно Качать Петра Потому что Он там Повзрывал Там Всякие Не Он просто Наубивал 10 человек То есть Он быстрее Апнется Поэтому Приоритет На Ап Штурмовика Ничего Принципиально Не поменялось Потому что В тот же Самый Состав Левелапов Не было Изменений Модификаторов Тоже не дали В прошлый раз Только Ядро Иллерия А без Зоны Испытаний Мне эти Ядра Некуда Использовать Поэтому Едем В том же Самом Составе Террор Это Серьезно Во-первых Потому что Безлики Это Определенная Доля Рандома Такого Серьезного Рандома Надо Приглядываться Присматриваться К мирным И Эта Миссия Не то чтобы На время Но на Жизни На жизни Мирных Ладно Поехали На террор Спец особо Не поможет У меня нет Других ролей Больше Единственная Роль Снайпер После Первой Миссии Который Который Там Без С одним Званием И Ранен Террор Террор Очень Сложный Он Как Б Насколько Я помню С этими Безликими Еще Будет Непросто Главное Сейчас Пробовать Совмещать Какой-то Хороший Ритм Со Спасением Мирных И При этом Сильно Не Лезть Смотрите Какая Ситуация Во-первых Мы на Возвышении Во-вторых Мирные Скорее всего Ну На ней сидят Надо Присматриваться К тому Как сидят И как ведут Себя Мирные Потому что Есть Все еще Неподтвержденная Информация О том Что Те Которые Безликие Они Ведут Себя По-другому Вижу Первого Мирного Возможно Стоит Хоть Подождать Хотя Нет Я Наверное Петром Подойду Поближе Если что Протокол Защиты Да Все-таки Эти Пол Хода Они Подрешивают Отсутствие Вервоща Конечно Тоже Может Ну У них Сейчас Будет Мирный О Вон Безликий Справа Видите Не так Серьезно Он присел Вот Слева Девушка Сидит Прям Вот Видно Что Как Вот Как Этот Полина Голубева Погибает Справа Один Пак Это Слушайте А по выстрелу Это Было Не пистолет Это Была Винтовка Так Что У нас Тут Змеи Вот Смотрите Вон Видите Как Вот Так Вот Сидит Один На Четвереньках А этот Особо Не Не Это Самое Не Боится Короче Сейчас Я убью Своего Первого Мирного Судя По всему Просто Для Того Чтобы Проверить Эту Теорию Да Да Так Мне бы Еще Одного Мирного Да Это Тоже На Четвереньках Сидит Короче Я Всех Спалил Я Всех Спалил Главное Чтобы Так Светошум Кстати Есть Но Наверное Не стоит Ну что Начинаем Террор Террор И Сразу Стреляем По Мирному Да Тогда Че Ты Печалишься Почему Только Я Делаю Это Гранатой И Вообще Ума Не Приложу Что Ты Творишь Вообще Счетчик С единички Изменился На двоечку Что Как бы Говорит Что Мирных Стало Меньше Капец Ага А это Такой Проваль Справа Два Пака Прыгают Там Что По крышам Что Что Короче Я Беру Самого Мобильного Товарища И Начинаю Делать Разведку Попутно С Сейви Мирных Это Раз Гоу Это Один Нужно Спасти Шестерых Шестерых Вижу Еще Двоих Впереди Ну Слева Могут Быть Тут Я Еще Не Вижу Из-за Вы Вы Знали Как Мне Не Хочется Двигаться Дальше Это Это Такая Аркадка Но Мирных Блин Спасать Надо Прямо По курсу Мне сейчас Пока Везет В том плане Что Убили Только Одного Мирные Враги Это Второй Кажись Ой Там Двое Сидит Да Это Змея И по Звукам И по Звуку От оружия Это Точно Змея А Можно Мне Ход Пожалуйста Клевый Баги А Вот Там Что Догорело Видимо О Безликий А Как А Его Задело Видимо Каким-то Каким-то Сплэш Вон Два Хита Сняли Так Насколько Я Помню Безликий Сразу Бежит К тебе То Он Знает Где Ты Исходя Блин Из этой Логики Конечно Мне Не Хочется Двигаться Дальше Сэйфом Поддержал Ваш Канал На Сумму 100 Рублей Михаил Что Ты Творишь Он Просто Был Без Кавера Ну Считай Чатик Хоть Изредка Без Кавера Ладно Пошла Аркада Я Спудил Уже Пак Капец Ну Все Голаза До сих Кто И Два Этих Дас Так Ничего У нас Там Хэвики Хэвики Очень Далеко Вообще Очень Далеко Ооо Хо 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 Пожалуй Поехали Вот так Во-первых Фулл кавер И поближе Так Хотя бы Мы Докинем Гренку Получше По Слушай Ань Ты не мог бы Задеть Я задеваю бочку Задеваю Частично укрытие У того Но хотелось бы А вот Вот так вот Лучше Так вот Значительно лучше Ну тут Смотри Сколько мирных Если бы я не подошел Было бы еще Минус один Минус два Блин Не помирает Этот упырь еще Плюс Безлики Еще Да Петр Может кинуть Гренку Конечно Добить И наверное Так и нужно Сделать Да потому что Да Потому что Нужно Взрывать Машину Вместе С левым И взрывать Еще Сектоидом Спамли Короче Гранатами От безысходности Один Обычный Умер Сектоид Умер Остается Леминг Хочу Подойти Арт Стоцки Поближе А Она видит Кстати Причем Шестьдесят Семь Неплохо Давай Попробуем Шестьдесят Семь Это Блин Этого Недостаточно К сожалению По Кому он будет Стрелять Он будет Стрелять Скорее Всего По Да По Хэвику За Полукрытием А Стоп Как А Где Укрытие Туар А Что Тут же Была Ёлка Тут же Была Ёлка У меня Глючит Или Здесь Было Укрытие Я же Подошел К Укрытию К Фулл Каверу Взрыв Машины Да Каким Макаром Взрыв Почему Он Это Не Снес Как Он Снес Вот Эту Штуку Блин Называется Здравствуйте EXCOM Вот Ваши Баги Это Просто Капец То есть Реально Взрыв От Машины Типа Каким То Образом Убрал Фул Кавер Не Оставив Никакого Следа От Него При Этом Пощадил Все Другие Укрытия Я Конечно Кидаю Протокол Помощи Но Это Это Жесть Жесть Как Она Есть Я надеюсь Он сейчас Просто Свалит По Панике Еще Мир Этот Солдат Обычный Ой Нет Держись Да Протокол Защиты Здрасте Там Безлики Идет Ко Мне Уже Да Ко Мне Подгори Подгори Это Не Баг Бдыч А я Просто Не Понял Что Произошло Сейчас Короче Я Могу Я Должен Закидывать Этих Обоих Барсаков Вот так Вот Гранат Гранаты Потому Что Одно Дело Убить Этого Левого Упыря Другого Большого Безликого Даже С упырем Не получается Справиться Понимаете Протоколом Нападения Одного Минус Нем Петром Надо Кайтить Увы Надо Кайтить И укрытия У него Нет Рутоны Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Тут Мирные Жители Самые Тупые Создания У меня По мирному Промахнулся Мутон Зато Потом Пробегая Мимо него Мирно Отбежал Вагон И сгорел Если бы В игре Были Горящие Машины В них Бы Постоянно Сидели Мирные Да Это точно Короче Протоколом Добиваем Леминга Безликий Не должен Добежать До нас На этом Ходу Поэтому Просто Сейчас Стреляем Последним Выстрелом По безликому На следующем Ходу Он подходит Но Не доходит И мы Возвращаемся Штурмовиком Спасаем Следующих Мирных Ориентировочно Слева Куда он там Пальцем Показывать Я понять Не могу Там же никого нет А вот справа Кто-то есть Змея Ползет Кажись Да И пушка Ну Да Змея Справа У заправки Стоять 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 Не надо Так пугать Еще можешь Подойти Ближе Не надо Так Это под Петра Но Учитывая Необходимость Спасения Мирных Я наверное Хотя Петру Нужны Килсы Что у нас там По мирным Очень мало Народу Осталось Очень Мало Народу Пять Человек Надо Спасать А семь Всего Осталось Блин Хотя Бежать К этому Смысла Нет Имеет Смысл К дальним И бежать Да Давайте Будем Спасать Мирных Слышь Слушайте Я Петром Могу И пострелять Я могу Вернуться Вообще И дорезать Но это Как-то Давай 80 80 80 Карл 80 94 Да Давай 94 Слава тебе Господи Змея Да Вот она Змея Овервотч От Петра Промах Там змея И обычный Солдат Так Че висим То Змея С сисками Плохо Что разбежались На самом деле Хорошо Что Так Так Мы же Этого Флангуем Получается Да Да Этого Флангуем Резать Змею Это Прикольно Светошум Нет 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 Змея Аж Утаскивать Будет Все Патронов Маловато Так Так Светошум На змею Достанем Достанем Хорошо Значит Сначала Убиваем Типа Халявные Темы Ну То есть Хэвиком Сюда С фланга 89 Стреляем Арцтоцкой Отлично Это раз Лут И повышение Заработали Так Тратить Ли Сейчас Светошум Да Она меня Отравит У меня Птички Нет Думаю Есть Три Человека Есть Товарищ Под Фулл Кавером Кавер Которого Мы Не Снимем Есть Лут Но Это Вопрос Одного Двух Ходов От Хэвика Который На Позиции Этот Вопрос Мы Закрываем Дальше У нас Есть Следующая Опция Первая Опция Тупо Перестреливаться Перестреливаться Фулл Кавер Фулл Кавер Не Очень Прикольно Потому Что Вероятность Попасть Не Очень Высока Обычных Солдат Где-то Вот В этом Районе И То Что Я Кого-то Там С Пулю Хотя Есть Протокол Защиты И В случае Чего Я могу Светошумом Гасануть Но Даже Если Побегу Резать Я же Не Добью Ее Да У меня Есть Бонус Нарезание Но Останется Три Хита У нее Которые Я Не Смогу Протокол Нападения С Снять Можно В общем-то Проверить Наличие Врагов Скажем Подойдя Вот так Вот Хэвиком Фулкавер Фулкавер Какая разница Да Пока Никто Не Проявился Дальше Мы Можем Проверить Наличие Врагов Подойдя Штурмовиком Блин Риск Капец Риск Там риск По Безликим И риск По третьему Паку Блин Ну тогда Светошум Если Да Светошум Мы можем И не Ладно Давай Побежим Посмотрим Поближе Есть там Кто Нет Нету То есть Можем Резать Резать Но Не Полностью Давай Петр Давай Блин Сняли Только Половину ХП Можно Пострелять Вероятность Очень Низкая Можем Сейчас Протокол Защиты Зарядить На Петра Я думаю Должны Это сделать И может быть Даже Протокол Нападения Как раз Для того Чтобы Дезориентировать Змею И попробовать Ее Как-то Нет Светошума Смысла Нет Потому Что Я Скину Светошум И Меня Траванут А не Факт Что Это Будет Вообще Лучше Чем Лучше Я проверю Ее На Мораль Учитывая То Что Друга Я Ее Убил Нанесу Дополнительный Урон 29% Тухит Овервотч Может Давай Овервотч Так Вот он Пак О котором Говорю Овервотч Срабатывает У Хэвика Но это Лучше Чем Было Стрелять 5 хитов Сразу Офицера Снимает Отлично Но Змея В идеале Она меня Просто Душит Сейчас И я Следующим Ходом Как бы Ну На свой Ход Ее Блин Лут Разрушить Можно Да Удушение Спокойно Три хита Ну Тут Нужно Делать Вот Как-то Так До Лута Я не успеваю Добежать Петр Действовать Не может Наверное Рубить Ее Светошумом Надо Дронин Докинет Блин Это уже Провал Ранение У штурмаша Такое Это 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 Конечно Печаль Я думал Там Хит С ними Там Из Ориентация Пошла Че там По Мели 91 Выпад Давай Режь Кроме Тебя Некому Вот Так Так Сразу Сделал Блин С критом Цены Не Б Надо Закидывать Грянку На Пофиг Перезарядиться Надо Был Да Это Вася Да Лучше Суничтожим ЦФН Поддержал Ваш канал Не 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 Разрушил Слушайте Не Разрушил Да Света Шум Запрещает Использование Скиллов Атаки В Миле Просто К Сведению Она Не Отравит Как Не Отравит Да Блин Знал Бы Прикуп Повышение Заработал Остался Один Солдат Ну Его Ход Сейчас Штурмовика Под полукрытием Будет Фигарить А не Мирного Штурмовика Мирного Лучше Мирного Ох И не Попал Еще Отличный Сам Сам Такой Да Я хочу Дойти До Лута Потому что Один ход Как бы Остался Но сначала Я добегу Штурмашом Посмотрю Не спыли ли Никого Там Справа Давай Повышение Заработал Петр Но ранение Никуда Не делось Сейчас же Еще безликий Второй Правильно А вот И он Блин Черт Справа Я как раз Залут им Сюда Ой Блин Автозаряжение Так Срочно На Хелп Причем Надо Наверное Даже По возможности Забираться Наверх Кто Может Это Сделать Плюс Овервотч Что Сейчас Придется Стрелять Очень Много Не Он далеко Слава богу Все Это Последний Вот Если бы Не было Этого Ранения Так Чистенько Прошли Овервотч Первый Попадает Друни На троечку Хэвик Сверху С бонусом Десяточку Стреляет Попадает Четверочку Этот Он не ударит Потому что Он на рывке Шел сюда Фух Нормально Нормально Только ранение А так все нормально Придется Лемминга Тренировать Капец Это же Мой Главный Блин То есть У него Больше всего Килсов Ну режем Тоже зря Надо было Другими бить Это вы и так Повышение Слушайте Но Как-то Изи Вообще Вы не находите Сколько Мы уже Прошли Всего И вот Досадное Недоразумение И И такая Вот Такие вот Последствия А так Уже Первый месяц Закончился Террор Уже Одолели Ребятушки Не то что Первую миссию Вторую Вон где Уже Я бился Как мог Чамандер Блин Нет тебе Прощения Петр Надо было Конечно Мне сразу Светашем Кидать Тогда Леха Подставил Понимаешь Так Три Повышения Холли У нас Либо Дырокол Либо Амортизирующая Подкладка Дырокол Пробивает Броню Это Скил Который Как бы Не подводит Товарищ Артстоцка Хэви Вот эта Подкладка Снижает Урон От взрывов И кажется Единичку Добавляет К Кармору Кажется Да Доп Единица Броне В принципе Мы можем Из Артстоцки Сделать Танка Да Давайте Артстоцку Будем бронированные Делать Особенно Ввиду Отсутствия Штурмовика Ближайшие Темы Вскрытие Вскрытие Вайпера Безликого Надо вскрывать Илюху Сниженные Сниженные Волем Материалов Малой Сейчас ресурсы Докинуть Слушайте А сколько Будет Вообще Отдыхать Петр 33 Дня Капец Ну я Соколика Возьму В следующую Миссию Будем Его Качать Вдруг Снайпером Еще Станет О Различные Трофеи Но не Сейчас Вот Это Более Полезная Штука Чем Новобрат Сначала Мы Контакты Устанавливаем Скорее всего Сейчас Уже Отчет Будет Ежемесячный Ресурсы Даем О Персонал Рюмин Это Локи И Максим Чичев Два Доктора Локи У нас В докторах Теперь Да Надо брать Конечно И Два Ивента Ай Ну Ведет Охота На Мстителя Отличный Ивент Капец Помните Штурм Тарелки Который Прилетел К нам Где-то В пятый Шестой Месяц Помните Вот это Будет Оно Это Будет Оно Там Конечно Другие Пацаны Будут Не такие Хайтек Но Народу Там Будет Просто Завалить Это Пять Недель Адвент Вкладывает Средства И Улучшение Каперок Дополнительной Броне Материалы Забей Свезло Так Свезло Регион Подключили Ресурсы Или Трофеи Трофеи Насколько Понимают Всякие Там Элериум Модификаторы Которые Мне Конечно Полезны Тем более Я Обломки Так Через Три Дня Вскрою Как раз Ученого Можно будет Взять Вскрытие Сектоида Пси-технологии Мне это Некуда Ставить Скрываем Безликого Чтобы Илюха Подтянулся С Илюхой Конечно Будет Значительно Проще Если Доживу Нужно Еще Как Минимум Один Два Террора Так Обломки Расчищены Материалов Далее Всего Лишь 72 Здесь Релей Питания Нужно Будет Делать Правильно Правильно По-любому А вот Инжа Наверное Все-таки Я на Обломки Я хочу Мастерскую Все-таки Запилить Побыстрее Мне в Любом Случше Релей Питания Прямо Сейчас Не нужно Тупо Негде Встроить Мне Нужно Копать Поэтому Я Оценю Сколько Тут А Я не могу Расчистить Потому что Смежный Нерасчищенный А Партизанка Какой Смысл Вот Стануть Центр Военных Технологий Учитывая Ранение Инжа И То, что Там Сможем Позаказывать Боеприпасы Ладно Трофеи Собираем Три дня Осталось Предвращать События Охота На Икском Вот это Событие Точно Во-первых Сложность Там Ниже Мне Дают Материалов А Здесь Дают Ученого А Я В общем-то За Меньше Количество Материалов Того Же Самого Ученого Беру Но Самое Главное Я Гуф Предотвращаю Практически Гарантированный То есть Атаку На Свою Базу Через Месяц Поэтому Защита База Легкий Фарм Ну Конечно Легкий Фарм Как это Легкий Фарм Туреток Нет Народу Там Завались Ладно Один Раз Живел Давайте Я Ради Интерес Очень Это Вообще Неправильное Событие Неправильное Действие Плюс Сложность Это Еще Серьезно Не Я Лучше Сюда Пойду С точки Зрения Рисков Всех Которые Имеются Это Правильная Штука Абвер Пошел Холли Арцтотская Естественно И вот Надо Выбрать Соколика Да Да Соколик Такой Ликвидируйте врагов и образцы ткани из транспорта Миссия на время И миссия на У нас есть Абвер В общем-то Леш слева сидит У него квадрик есть Он сможет Хотя там в любом случае надо заходить внутрь Насколько я помню Если только стеночку не снять Но это рискованно Там Все рвануть может к черту И помним Что это следующий месяц То есть Здесь Змеи Здесь Милишные должны появиться Возможно Стоило брать Еще второй светошум Скорее всего Я накосячил Сейчас Маскировочка И 8 ходов Класс Просто класс Ладно На этой карте мы уже Ну на похожей В роде карте мы были Что мы знаем Что мы видим Во-первых Есть мост Который дает Х2 Ну то есть Двухэтажный Он получается Точно сильно возрастет С моста Открывается Замечательный вид И на мосту Есть еще Фулл кавер Насколько я вижу Нет Есть один только По центру Фулл кавер Который не позволит Мне нормально Опа Это чей-то силуэт Вот это вот Чья голова Да Это определенно голова То есть На мосту У нас стоит Товарищ Который Нас скорее всего Сразу же Спалит Каверов нормальных На мосту Нет Но Что делать Там Штурмовика Нет А кто у нас Бронированный Бронированный Товарищ Артстоцка Ничка брони И ведь еще ХП добавили Зала в лап Пожалуй Артстоцка Я как раз Пойду В лоб Что называется Да Прикольно Я закрыл Пацанам Вход Наверх Ай да я Сейчас уже рискованно Забираться Да он не увидит Тебя Он далеко стоит Да Не увидит Забирайся Не бойся Не туда Ну что ж ты мажешь Ты не торопись Там дернулся Курсор Ладно Тогда Все на мост Все на мост Все на мост Все на мост Снизу вроде Близко никого нет Поэтому Все на мост Не упади Смотри Сейчас слева Движняк пойдет Два обычных солдата Вы издеваетесь Второй месяц Вы что Вы не можете быть Одним Как говорится Не верю Причем тут Фланг сразу идет Я их вижу Ну вот прям Прям сразу вижу Единственное Я бы Смотрел как Ай Отсюда Я их не вижу Укрытия не хватает Катастрофическим Хотя в общем-то Плевать Вот реально Плевать Плюс они еще Разбегутся Правильно Правильно Отсюда Видим Отсюда Никого Не видим У нас тут Только Отсюда Тоже Никого Вон товарища Артсуцку Поближе Потому что Бронированные Полукрытия Как бы Ей нужно Вытанковывать Но это не решает Проблему С тем Что Ну нет У меня Укрытия Ладно С натяжкой Можем Соколика Поставить Сюда Типа На овервотч Выйдут И как-то Справимся Да Кидать ли Гренку Слишком Жирно Кидать Гренку В них Я бы Просто Выстрелил На самом деле Точно Овервотч А Ты видишь Двоих Да Шикарно Тогда Я просто Постреляю Леха Попадим Леха Попал Минусного Одного Точно Минус Второго Там Три Овервотч Причем Без Штрафа Идут Потому что Первый Ход Главное Чтобы Он Вперед Пробежал Хотя Бо На пару Шагов А не Назад Вот Этого Уже Снимает Арстоска Изи Доброе Я уже Выхожу Аккурат К контейнеру Как бы Не Не Увидеть Слишком Много Народу Снизу А я Тут Если Высунусь Только Полукрытие Понимаете Тут Я не Не смогу Слушаю 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 А это Это Было Не Голова Это Было Мне Повезло Что Я Там Увидел Врага Что Он Там Оказался Точнее На Том Месте Где Короче Его Не Было Там Скорее Всего Я Сейчас Потрачу Пол Хода Для Того Чтобы А Получить Инфу О том Где Находятся Враги И Подойти Поближе К Цели Потому Что Если Я Сейчас Подойду К Подойду К этой Части То Передо Мно Откроется Огромное Плато И Ну Сейчас Типа Уже Можно Все Откроется И Враги Скорее Всего Тоже Смотрите Что За Сказки Такие Не могу Поверить Пока Где Все А Я Помню Очень Часто Вот Здесь Были Те Самые Все Ну Хотя Да Прям По Курсу То есть Один Пак У нас Находится Рядом Вот Он Вот Он Овер Пошли Первый По Кому Стреляем Непонятно Рома Четыре Хорошо Убили Ну и Контролечка А нет Контролечка Была По-другому Так Тут Два Пока Кажись Сразу же Сектоид Два Солдата Раз уж мы Одного А Это По Сектоиду Мы попали То есть Пак-то Один Просто Сектоид Раненый Ну что Что Светошум В общем-то Друнин Может Кинуть Я бы Пострелял Потому Что Соколеньком Быем Надо определить Я делаю Светошум Или не Делаю Светошум Вообще Если я сейчас Не убиваю Их Они попадают И я могу Упасть И потерять Сразу Бойца Это Практически Верняк Причем Светошум Мне может Даже Помешать То есть Он скорее Промахнется И попадет Куда-то Мне под ноги Насколько Вероятно Убить Там Full cover Ладно Проверим Дорого Мне эта проверка Конечно Может Обойтись Но я Проверю Все-таки Может Не стоит Ну Серьезно Ради Чего Ты Сейчас Вписываешься Не надо Подходим Чуть Поближе Чтобы Рейнджа Хватило Закидываем Сразу По трем И стреляем Тремя Что это Да Тройная Дезориентация Хорошо Так Опаснее Все-таки Пацаны Которые Стреляют То есть Пусть Пусть там Сектоид Вызывает Всяку Лабуду Лучше Убить Тех Кто Может Снять У меня О Повышение Отлично У Соколика Да Повышение Перезарядку Забыл Перед тем Как выстрелить Промах Перезарядку Сделай Тогда Вторым Хэвиком Слава богу Не забыл Это второй У нас Пак Опять Промах У него Полуукрытие Кажется Осталось Нет Нет Не полуукрытие Это Фул Кавер Хоть Стеночку Там и Сняли Но Это Фул Кавер Считается Сектоид Что Забираться Что Будешь Как 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 Дезориентированный Сектоид Стреляет По Укрытию Снизу На два Яруса Попадает И критует Капец Что Это Такое Вообще Как Я Сижу Короче Точность 75 Дезориентация Половинку Срубает Точность Там Ну Допустим 45 Минус 20 Из-за Разницы В уровне 25 Еще Укрытие Добавляет 20 5 5% Он попал Скотина И Кританул И Сейчас Мне еще Пак на голову Падет Это Капец У меня Три Хода Еще Осталось И Ранение Хэвика Ну Вот Как Вообще Как 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 Это Можно Было Попасть Как Это Можно Было Попасть Кританул 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 Мне Мне Нужно Как Сломать То есть Типа Техникам Надо Подтягиваться Да Это Ересь Какая Это Ребят Вот Реально Ересь Просто Форменная Я Не Могу Взорвать Машинку Тут Надо Просто Все Взрывать Будет Хэвиком Я Не Понимаю Вот Что Это Было Такое И Главный Крит Еще Но Это Еще У Этого Сн Кудюка Или Как Его Там Была Тема Что Вероятность Крита Не Снижается То Есть Может Быть У человека 70% Попадания 10% Крит Вот Ты Ему Снижаешь Вероятность Попадания Но Процент Крита Остается Неизменным То Если Это Скотина Попадает Вероятностью Там 10% То Это Будет 100% Крит Вот И Все И Зачем Такой Рандом Делать Вообще Непонятно Здесь Все Таки Гренку Закинуть Не Хочется Мне Я Не знаю Как Там Машина Будет Ну Я Не Достаю Уже Должным Образом Это Никак Не Достаю Вот Так Вот Если Я Так Достаю А Так Так Стыночку Сниму А Сектоид Я Задену Там Не Видно Подсвечивается Сектоид Или Нет Слушайте Я Вот Так Задеваю Ладно Давай Так Сделаем Да Не Хочу Оставлять Этих Двух Живых Это Еще Один Рандом Блин Так Убил Того Эту Не Да Как Или Я Задел Сектоида Задел Вроде Сектоида Давай Тогда Так Жим Нет Погоди Все Два Человека Которые Могут Что-то Сделать 90 Поэтому Соответственно Асектоида Гренкой Да Да Давай Так А здесь Я Все-таки Кидаю Гренку Надеюсь Но Блин Подходить Это Очень Стремно Я Сейчас Могу Спулить Абсолютно Ненужный Третий Пак Так А Если Никак Точно Никак Не Докинешь Постараюсь Соколик Постарайся Прошу Тебя Не Докидывает Так А если Теоретически Я подойду Сюда То Я буду Ближе Я буду Определенно Ближе Ладно Давай Пошла Аркадка Ну Сокол Он Такой Да Ладно Нет Есть Убиваем И Пробуем Принять Пак С Богом Так А я же могу Подойти Да нет Ты хоть На овервотч Постой Прилетает Дропчик И там Офицеры Два солдата Субь Да Ранение Хэвиком Получила С Голубем Десантировались Все в порядке Ребят Тут вопрос Одной и двух Гренок должен быть Овервотч пошел Хорошо на четверочку По офицеру Да ладно Хорошо что Не успел уйти Так В последнюю очередь Специалистом будем действовать Здесь скорее всего Просто 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 Напросто Вот так Вот так Вот Да Да давай Да пофиг На лут Вообще Мне сейчас Нужно Просто Побыстрее Все это сделать Офицер Минус У того Кавера нет Соколик Может добить Но у него было повышение Поэтому не хочу Мне сейчас больше беспокоит На самом деле Специалист наш Проверим сейчас Увидит ли специалист Сможет ли дистанционно Сломать Ёп В любом случае Мне надо было Было идти вперед Ребят Сломать дистанционно Я не могу Это проваль Проваль Оу Хорошая новость В том что Это последний Блин пак Плохая в том Что Больно Народу здесь Дофига И как бы Вот Так 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 Соберись Оцени Оцени Что есть В идеале Конечно нужно Закинуть Опять же Гренку На вот этих По крайней мере Двоих Для этого Нужно спускать Хэвика Максимально Но так Чтобы Был кавер Кавер Наклевывается Только вот такой Но С таким кавером Ты не достанешь В общем то Можно было бы Подойти Вот так Это ближе Но всего На пару клеток Так что Скорее всего Спускаемся Просто хэвиком Вниз Этот раз Блин я понял Что Сайдет Блин Так ну Хэвик Не достреливает Во во Вот так Я хотел Или вот так Я хотел Так то Не получится Ничего Так Сектоида Можно флангануть Этого Поехали Поехали Выбора Особо Нет По крайней мере У данного Хэвиком Да что Ты четверочку Не выбиваешь Никогда Так Осталось Два Два Человека Осталось Ой все Голум Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Капец Моя прелесть Опять Начало Играть В Икском Моя прелесть Не достанется Мерзким Любителям Фашечки Мы то С прелестью Знаем Кто Жирает Весь Эльфийский Хлеб И не Строит Зекку Рад Ну и Что Брандом Был Милостив В борьбе С вонючими Ксеноморфами Гендальф Просил Передать Ю Шел Нот Ну Вы видите Как бы Расклад Он Весьма Хреновый То есть Я Друниным Должен Стрелять Лучше Вообще Протокол Запускать Атаки У этого Солдата Да потому Что Стрельба 87 Протокол 100% Вышение Уабера Соколик А тут Не будет Фланга Кстати Вот поэтому И как это Не прискорбно Я должен Подходить И стрелять По одному Из нижних Потому что Они Не в укрытии То есть Соколик Подставляет Груди Своей Грудь Свою Подставляет Чтобы Спасти Пацанов Ну вот Смотрите Поэтому 65 Без Крита Поэтому 85 С критом Итого Мы точно Убьем Если Попадем А этого Еще Бабушка Надвое Сказала Поэтому Стреляем По нижнему Л Логика Икскома Все Ребят С Богом Три врага В пределах Выстрела Это Капец И один ход Остается Чтобы Зомбаря Поднимается Кто это Это Совсем Не опасно А вот Вот эти Вот чуваки Это проблема Держись Есть Первый Промах Блин Не попад Ох Падает Давай 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 И по кому Ааа С фланга Как Холи Минус Пацаны Не паникуем Вашу Шмец Что Вы Делаете Стрельни По нему С фланга Стрельни Убей Хорош Блин Главное Чтоб Леха Не паниковал Так Один ход До уничтожения Контейнера Ну Охренеть Теперь Мне нужно Найти место Что я Типа Вижу Его Но Нахожусь В идеале Под этим Фулл кавером Но я Не знаю Смогу ли я Запустить Туда Дроида А И при этом Там еще Зомбарь Есть Вообще Класс Тут мы Флангуем Сектоида Скорее всего В любом Случа Подходим Либо Сектоида Либо Солдата 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 Хуже Но по нему 96 Убиваем Его Пожар Твабером Ценой Выполнения Миссии Так в том То и дело Что я Не знаю Точно С какой С какой Точки Вообще Будет Будет Видно Логика Тут не Всегда Помогает К сожалению В эксчеме Потому что Визуально То есть Контакт Но если Нет То это Будет Штурмбаза Ну так Я просто Отдаюсь На зомбаре Точно И на Сектоида Отдаюсь А это Специалист Нет Леха Нам нужен Леха Заметь Прошу тебя Заметь Заметь Сломай Увидь Прошу тебя Леша Есть 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 Ооо Вот за что Я люблю И к чему За то Что он Трындец Какой Непредсказуемый Материалы Обезвредить Гулять Да гулять Давай Раз тебе повезло Здесь повезет Тоже Ну Чуть Чуть Ладно Программу Минимум Выполнили Обезвредили Теперь Азамбарь То добежит До меня Все равно Добежит Добежит Сокол Стреляет Сокола Под контроль Что ли Паника Паника Нормально Стрельнем по нему Чтобы не выпендривался Блин Неужели Замбарь Дойдет Дойдет Ой Не-не-не-не-не Промахнись Прошу Ооо Он не успел Дойти Соколик Давай с флангой И по нему Давай по нему По сектоиду Ханкер даун Нет 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 Понятно В общем Все Все с вами Ясно Сектоид Хул Кавери Понеслась Замбаря Выстреливаем Ну а как иначе Протокол не сработает А ты отсюда не видишь его? Что за ересь? Не показывает Видит он Или не видит Блин Если кто это Сокола Обойдет Только сейчас До меня дошло Да Ладно я валю Если не увижу То оверуочный Три хита буквально Нет Я вижу его 80% Блин Один мертв Другое ранение Это просто Провал А все началось С этого Невероятного Просто попадания Через два этажа Так Этот Оверуочет Надо протоколом Нападения Снять У него Оверуоч И уже дальше Более Свободно Действовать Две Единички урона Только надо было Сначала Протокол защиты Сделать А потом Его мочить Потому что Это же другое действие Соколик Чисто В теории Может Да Он должен Перезарядиться Хотя бы Для того Чтобы оценить Вероятность Вообще Я бы Отступил Чтоб Меня С фланга С фланга Не обошли Оверуочет Хэвиком Артистоска Попадает Умничка Все Есть И лут еще Это вроде Последний Пак Класс 12 12 человек Один убит Хэвик Один ранен И музыка Такая грустная Блин Не совсем грустная Конечно Но Печальная Такая Мне очень Нужны Новые Бойцы Причем Желательно В звании Холи Убито Абвер Очень Серьезно Ранен Протокол Блокировки Ну Месяц Отдыхать Будет Поменьше Конечно Учитывая А Соколик Стал Кем Рейнджером Окей Сделаем Из него Фантома Настройка Спуска Голум поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Послушайте Михаил Я вас Своей Моральной Поддержкой Радовал Радовал Финансово Поддерживал Поддерживал Можно я На правах Рекламы Передам Чатику Что я Иногда Стримлю Херстоун Играя На своей Колоде Ренок Антишки Кому Интересно Заходите В гости Да Пожалуйста Тимули Что ты Уже Сделал Это Короче У меня Тут Беда Беда Серьезнейшая Проблемы С кадрами Ну Это Первое Пилотное Такое Прохождение На Ладно А Это Пожалуйста Это Пожалуйста Сколько Влезет Что Нашли Лазерный Прицел Ультра Адаптация Это Жи Халява Слушайте Ультра Адаптация Это И что там Еще Лазерный Прицел И планшет С разведданными Ультра Адаптация Это Кажется Уклонение Тридцат Очка А Только Я не могу Их Еще Использовать Персональные Боевые Модули А Что Мне Нужно А Это Три ХП Предпоследний Модуль Это Очень Круто А Что Нужно Сделать Чтобы Можно Было Зафигаривать А Сержанты Нужны Ясно Это Проблема Так Ну Смотрите Скорее Всего Надо Будет Собрать Ресурсы Потому Что Или В штаб Вернуться Ученого Купить Не Ну Вопрос Трех Дней И Сразу Можем Двух Ученых Купить Тогда Жалко Инжей Нет Это Прям Партизанская Школа Там Кажется Я вообще Ничего Не могу Делать Не Могу Размер Отряда Есть О То есть Даже Без Звания Тут Есть Размер Отряда Плюс Мобильность Опытный Вот Опытный Убийца Нужно Мастхэв Деньги Очень Нужны Очень 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 Нужны Я даже Ученых Не буду Покупать Я на эти Материалы Наполученные Отлично А что По копанию Копанию Долго Да нет Копанию У нас В принципе Потому что Мы ЦВД Делаем ЦВТ Мастхэв Так Так Давайте Еще Один Регион Тогда Да Давайте Попробуем Установить Контакт С соседним Регионам Бонус Во-первых Неизвестно Какой Вскрыли Безликова Маяк Имитатор Мы уже Илюху Получили Ребята Только Нужно Трупов Побольше Безликих Вскрываем Мгновенно Солдата Адвента Сканер Боя Гибриточку Можно Начать Конечно Кристаллов Лерия Не хватает Смотрите Радиус Сопротивления Это Вышки Соответственно Сможем Строить Но На данном Этапе Это Пока Не Очень Нужно Магнитка Долго Необходимо Конечно Вопрос Когда Гибридный Даст Мне Броньку И Дальше Еще Броньку Наверное Я возьму Все Так По крайней Мере С С Модулем Ультраплотности Дам Кому Нибудь Будет Попроще В общем В школе Офицеров Берем Бонусную Экспу Размер Отряда Пятерочка Уже 25% Бонусной Экспы Мне как раз Очень А можно Вернуться Так Партизанская Школа Новые Тактики Опытный Убийца 150 Но Сейчас Мне Вообще Противопоказано Людей Терять Арт Стоцка Кстати Гренадер В строю И Левел Левел Апплотности Левел Апплотности Стоп 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 Нет Они Я смогу модуль Сейчас нацепить Еще Троечку Ну хотя Вроде он был Неактивным Все равно Почему мне Рассказывали Про то что Нужен сержант Да Нужен сержант Персональный Боевой модуль Пожалуйста А где Я не могу На него нажать Кто не знает Почему так У меня есть Персональный Боевой модуль Я аж только что Ультраподвижность Блин Нашел Гибридный материал Изучить Как вовремя Короче У меня на миссию Получается Летит Один Опытный Один С первым званием И два Нубаса Нереально Кстати В партизанской школе Еще было бы А вот он Вот аддон Дает солдатам Возможность получать Командирские способности Смотрите Командирский пост Можно построить Это как раз От лонгвора Аддон Добавляет пост Где солдаты В звании сержанта И выше могут изучать Командирские способности Внимание Подумайте Прежде чем повыть солдат Поскольку его нельзя Будет прикрепить К отряду Вместе с другим командиром Исключением Особых ситуаций Там целая ветка Обилок Я пока что Брата Наверное С собой возьму Буду учить его На снайперам Две мощности Не жалко Но пока Как бы Вопроса нет Жалко не жалко Их тупо нет К тому момент Когда они появятся Вот уже будем думать Что делать Так Короче Берем товарища Ротстотску Раз Берем Соколика Два И берем Духлеммингов Слона И Нексперто Нексперто Нет Нексперто Правильно все Я думаю Что взять два Светошума Потому что там Будут мечники Скорее всего Но для второго Светошума Вы не поверите Нужно произвести Светошумовую гранату Они Они-то вообще Дикие Будут Подбегать У тебя Пять слотов А у меня же Пять слотов Слушайте Еще же Есть место Титана Берем Смотрите Какое у него Афро Я кстати Не читал Еще описание У некоторых Смотрите Титан А персонажи Инструктор По физподготовке Бойцов И к с чем Ест очень много Фруктов Полностью бросил Покер Два раза Да Титанчик Титанчик Конечно же Давайте Раз уж на то пошло Почитаем Нексперто Описание Главный спонсор Сопротивления Так и есть Слон Заслуженный ветеран Воин Икс Чом В силу своего Опыта Может с закрытыми Глазами Определить Количество Овервочей У противника Да Это как бы Не пустые слова Это же Все это Трай лонгвора И багов Сектоподов С бесконечным Количеством Овервочей Соколик Мы смотрели его Но тем не менее Помнит Каждую прохладную Историю В своей жизни Панически Боится подвалов Всегда Передает Арбум Ну товарища Артсоцка Мы и помним Но раз уж Читаем Обо всех Давайте Прочитаем И о ней Грейтест солидер Инзер ворлд Два светошума Четыре обычные Гранаты Три леминга Господи Мы обречены Какая классная игра Так она погружается И так зацегивает Когда же Когда же Эти мечники Пойдут Кажется Подобные Миссии На втором месяце Хэвэнт Хэвика второго Жалко Мы требуем И ограничения На количество Ходов Слева Тупик Возвышений Я не вижу Но я хочу Двигаться Все-таки По А у меня Штурмовика Теперь нет В общем Маневре Ну и капец Поехали Раскировка Есть Все хорошо Я хочу Чтобы Поезд Который Условно Разделил Эту карту На две части Такой Часто бывает Был Своеобразной Преградой И Мы Начали Разбираться С теми Врагами Которые Находятся Слева Что Должно Значительно Упростить Задачу Есть Мэг Уже Два Мечника И Мэг Приехали Блин Задачу Никому там не сломать, протоколов атаки нет То есть этот мэг, он реально Серьезные угрозы представляет Они вышли направо Причем, знаете, в чем опасность самая главная? Потому что, уйдя направо, они могут пройти сюда И выйдут они мне аккуратно во фланг, если продолжу двигаться дальше То есть мне нужно видеть, куда, блин, они идут Соколик поэтому остается Остальные выжидают Слева опять назад пошли Да, слева, слева, слева Это не опять Так Ну смотрите, чтобы такой пак текущим составом осилить Мне нужно две вещи Во-первых Инициация гранаты с сниманием армора Овервочи, понятное дело И при этом еще на этом же ходу светошим кинуть Так, чтобы милешники не добежали до меня Иначе это... Ко мне идут Ну хэвик докинет грянку Попадет по всем Жалко, что вижна нет из-за этого кактуса Идиотского Товарищ Арстоцкая Да, товарищ Арстоцкая заряжает А светошум рядышком, да? То есть мы делаем что? Блин, соколик Так тебе не хочется подводить, честное слово Отсюда сможешь А, подходить-то и не нужно Там милешники должны На Overwatch, короче На Overwatch Там надо убрать Просто куда-нибудь его убрать Пусть уж лучше Overwatch будет на милешниках, чем Так, Overwatch И понеслась, да? С Богом, ребят Броню сняли Кактус сняли Урон нанесли всем Паким Нас спулили Сейчас Overwatch пойдут Стреляем по милешному Мажем Мажем Четверку попали Капец, ё-моё И чего тут вы мне хотели Вот по этим светошумовую, что ли, кидать? Я в шоке Они все равно бегут Приехали, е-мое Не говоря уже о мэке, понимаете? Ну все, с Богом Тут только молиться Только молиться Из ориентации Ой, только не ауе Только не ауе Нет Дааааа Короче, понятно Кароче, понятно Потому что нельзя, блин, терять Народ, как я потерял В прошлой миссии Получается такая по-немецки говорит ну реально я там оставил хэвика я там штурмовика и специалисты еще никуда это не годится одно ранение только у леммингов дезориентации кстати у правого почему-то нет так ладно че делаем помеку хороший урон плюс еще арморчик снимем грянку надо 1 оставить это да а Так я могу спулить Я так и так представляю, лучше вот так зайти, значит А там Overwatch Краблюм, краблюсь Конечно, стрельный соколик, не по своим дорогам Хорошо Красавчик, сокол тащит Так У нас два человека осталось Мека мы не убьем Наверное, надо кидать гренку С танчиком Снимать у этого упыря Какая перезарядка, что ты несешь Снимать у него хп И укрыть, он там не горит, случайно? Нет Не горит Пробуем добить 58 Сейчас слово Мекку Повышение зарабатывает Мимо Фух Все хорошо Паникуют, соколик 87 Ты попадешь Броню сняли Урон нанесли Давайте титаном попробуем качнуть Добро Повышение У нас один труп И три ранения И это на первом паке в миссии Ну, правда, тут лемминге Главное, миссию пройти Главное, реально ее пройти Но это еще нужно, блин, постараться Чтобы там же впереди еще два пака Окей Ну, отлично Мне кажется, что Абсолютно правильно сейчас Меня игра Спустила С небес на землю Только я подумал, что все нормально С первого трая так далеко прошли Так Сразу тебя хоп Опа С нашей стороны Движение Я подожду ЦФМ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Выходите Михаил Да Какого? Ты так торопишься Ты не попал светошумом в одного милишника А светошум не дает бить в миле Да, я не перепроверил этот момент Там сектуэт щебечет Но я Учитывая то, что по времени не ограничено Я еще подожду Я же его Я же его раньше не слышал на этой точке Стало быть Ладно Это может быть долго Да, я светошумом Не прицелился должным образом То есть вроде там подсветились Как мне показалось Но По факту получилась хрень Есть еще одна гренка Да Вообще Соколик должен танковать Ё-моё Он же как-никак штурмовик У него есть мили И дробовик В конце концов Господи, тут никаких укрытий нет Как бы мне их... Ну давай так проверим Я просто не хочу, чтобы... Я экспулил с той же самой стороны С какой находится штурм Чтобы позиция этих товарищей была... Не была раскрыта Они реально далеко Уже ближе к хэвикам И это плохо Потому что... Хэвик там без укрытий поблизости Они скорее всего стоят вот за этим О, тут кактус хоть есть На том спасибо ЦФМ поддержал ваш канал На сумму сто рублей Так Михаил Как он? Ты так торопишься Ты не попал светошумом В одного милишника А светошум не дает бить в мили Да где же они там, а? То есть я знаю, что они там Но я их не вижу Сокол уже убежал Черт знает куда А, вот и есть Стоят на крыше грузовика Спулино Ну хорошо, теперь нужно только Там скорее всего ханкер надо делать А здесь лучше не палиться По крайней мере один ход Хотя может они меня отсюда и не видят? Да, они отсюда и не видят И отсюда не видят Тогда я товарища Арцтоску подведу вот так вот Видит, оказывается Блин, как же я подставляюсь С богом Да ладно Паникуем Паникуем Не-не-не Ханкер даун Пол кавер, извините О, ах Главное, чтобы стреляли по ханкеру Но он будет не по ханкеру стрелять Не, по ханкеру нормально Соколик держись Е-мое Тут под гренку как раз Все Так Стан паникует Так, Соколик в принципе сам может гренку закинуть Но думаю, что Лучше Это сделает Товарищ Арцтоцка Ох, как она еще Дерево закинет Заденет Которое справа Шикарно Сразу кавера У этого У сектоида нет И исчезли И исчезли два солдата То есть как будто умерли Да, дерево не снял Он полностью Тут фланг Титан вообще не участвует Но может обойтись и кто Это вот таким образом Боюсь от третьего пака Но учитывая то, что у Титана там Один хит Ему надо аркадить Не помогает пыльца ему Промахивается Так, что делать? Взрывать машину надо, Михаил Взрывать машину Вместе с сектоидом И этим упырем Так, как иначе Ханкер уже не спасет Потому что Если будет ханкер Будут Еще взрыв, пожалуйста По сектоиду Взрыв О, спасибо Паника снята Остается один Солдат Подходит Там по полуукрытию По Титану Скорее всего Или он паникует Он, кажется, паникует Просто валит Он ведет меня К третьему паку Так, соколик Погоню Есть, видим Ага Титан сможет его обойти Кажись, сможет Да, Титан флангует На моем пути 66-40 Крит Попади, Титанчик Хорош Страта Так, ну Я считаю, надо Выходить на уровень Овервотч И третий пак Где и кто? Вот в чем вопрос Где и кто? Я пока послушаю Так, не торопись Еще из такой попы Можем выбраться Ребят Да что ж такое-то Опять забаговала Забаговали хот-кей Скорее всего Не дальше Будут Я делюсь, наверное 2-2 Соколик Соколик Снэкспертом И Титан С Арцтутской Кажется Соколик Там полуукрытие Все Да Хорошо Один мечник Правда Мне нужен Второй светошум Ребят Мечник Ближе Светошум Он эксперт И в общем-то Он докидывает Его Что у нас По Ага Титан Как обойдет Не обойдет Че он не обойдет Ну хотя нет Он же может Милишника обойти Даже вот так Вот Фулкавер Но он Подставляет себя Под фланг А так А так Так лучше Подставляет под сектоидом Тут вряд ли фланговать будет Еще делаем Раз Про сопресс Не забываем То есть сейчас Если мы кидаем Светошум А нам нужно Кинуть В Как минимум Мечника Мы его отсюда Должны Хорошо докинуть Я же загорюсь Если буду кидать Да ведь Он же сейчас Выйдет на эту И загорится Или просто Может выстрелить С фланга Ну 66 Хрен с 2 Ты его Убьешь Блин Он же сейчас На клеточку Встанет Или он С места Он может С места Кинуть Потому что это Полукрытие А не Фулкауэр Он с места Кинет Давай Да Есть Бах Хорошо Дезориентация На всех Стреляем Потому На кого Отлично Копейщик Еще Получил Товарищ Артс Тоцка Нужно За укрытие С одной стороны 38 Да давай Чего Кажется Я задел Задел Сопрысить Я думаю Нужно Сектоид Потому что У него Пушка Опаснее И вот Его Как раз Нужно Подавлять Подавлять Его Полностью Ну помните Что в прошлый раз Случилось С сектоидом Под дезориентацией Который стрелял На два этажа Выше Эта скотина Мне кританула Сразу же Да ладно Не-не-не-не-не Нет Фулкауэр Дезориентация Второе попадание Второй крит Соколик Гуф Короче Да это капец Там вероятность Процентов Десять У него была Я в шоке От этой Второй раз За сегодня Человек Попадает По цвета Шумом Там Овероочие Мое Надо пытаться Перезаряжаясь Может Сопросить Его Лучше Чтоб Прямо Гарантированно Оверооч Снять Самый главный Трабл В том, что Больше светошума У меня нет Там мечник Будет Подтягиваться Я пытаюсь Обойти Но он Не успеет Добежать На этот ход Да и вероятность По сектоиду выше Стреляю По сектоидам Ну где Криты Титанчик Дезориентация Снята Может и добежит Блин Может и добежать Зомбаря Поднимает Хорошо Зомбаря Причем Далеко Какая миссия Фейловая Капец Надо сразу Как только Доделается Центр военной Технологии Тихо 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 Не успеешь Не успеешь Успеет Блин Успеет Капец Успеет Успеет Ну все В живых Осталось Только Двоем Иди нафиг Русские Не сдаются Да ты Попадать Будешь Вообще Это Капец Просто Это Капец Там опаснее Этот Капец Блин Такой фейл Но в прошлой миссии Был фейл В первую очередь Захват еще будет Сопротивляйся Это все Мимо Хорош Ну Хэвик Дичайше Просто Дичайше Пробит Один хит Остался Овервотч Зомбарь Подходит Надо Откайтить Зомбаря Убить Стоять Слушайте У меня же Дезориентация Опять Паникует Я не убегу Здесь Такое расстояние Чтобы Зомбир Поддержал Ваш канал На сумму 500 рублей Умение Разрыв У гренадера Отличная вещь С большой Вероятностью Сносит Укрытие Да я проверял Его снимается С одного Раза Не всегда Если укрытие Это машина То она Взрывается Сразу Подумай Сравни С почти Бесполезным Подавлением Это ГГ пацаны Это Первый Трай Ну как Он Второй Но после Первой миссии Сейчас еще Еще разок Начнем Блин Такая дичь Просто Вот реально Нельзя никогда Расслабляться Я еще Не дошел До Ох Поехали Я пробовал Подрыв Сравнивал Его Мне Сопресс Больше нравится Так Это у нас Браток Это Алиса Справа Девушка Какая-то Я не узнаю Ее в гриме Это браток Сто процентов Его ни с кем Не спутываем Ну покажите Кто там справа И слева Это Бонневур А это Арцтоцка По татухам Арцтоцка Замечательные герои Поехали Можно Промодить Чуток Да там же Ссылочка есть Один мод Бронированный Мутон Второй мод Новый тип Вооружения Третий мод Это лидер Уикс Чома Да Вот так Так Значит Позиция у нас Такая Что сразу Один два пака Мы А вот тут Возвышение Есть Может быть Имеет Что полтора месяца Оселенно Оооо Опасно Я просто без укрытия Могут Могут увидеть И далековато Им Еще Чапать До меня Пак Достаточно Простой Есть Определенные Сомнения Относительно Того Стоит Его прям сейчас убивать Или нет Но учитывая то Что здесь позиция Шикарная И гренку Я сразу докидываю Думаю Что мы Что не стоит Тянуть кота За известное место И начнем сразу же Два повышения Я вижу Зарабатываем То есть двух мы убиваем Ааа Вот так вот Сразу гранаты Двоих Повышение У Братка И кто-то из трех Добьет этого Упыря Ни черта Не видно из-за дыма Артстокс Выбивает Лут Мог быть Там И второе Повышение Окей Дальше Ситуация Посложнее Во-первых Потому что Следующий пак По моим расчетам Должен стоять Или ходить Где-то Как раз Тоже в районе Точки взрыва Поэтому я Ход 2 подожду Слышите Сектоиды Слева Где-то Прямо По курсу Сектоид Давай выходи на овервотч Вот ленивая скотина Там мирный пригнулся Значит рядом сектоид Нет Просто присел И вообще они стремаются Завожу еще Третьего Наверх Чтобы Бонус по точности Был Да Прились Не хочет Придется двигаться Вперед Тут полукрытия Почему-то у этой статуи Спойлили Увидели И слева враг Неудачно мне позиция Что меня сразу с фанга обходят Я кайчум И три овервотча На Давай Оп Выбегается Сектоид Начинается Браток Ох Снайпер растет Четыре Четыре Блин А где третий То овервотч И зомбаря поднимает Видели как Откинулась Сектоида Очередью Классный Достаточно плотный Гад Поднимается Зомбарь Там же еще Обычный солдат Он сейчас тоже пойдет Может быть Оверлорд Оверлорд Овервотч Овервотч У третьего Есть А вот и третий Подвезли Овервотч Но Алиска мажет Рискует Да как Нифига себе Он резкий вообще Посмотрите Как А как это Понимаете Что произошло Он типа Подбежал Выстрелил И сел За укрытием Не знаю Как Такое Бывает Как Так У него Получилось Так Артстоцки Не нужно Убивать Хотя Там все Вроде Звание Получают После Первой Миссии Я Лучше Боничем Пробегусь Просто Анимация Багой Понятно Да Давай Бонич Сносим Сектоида Вместе Зомбарем Погрушение Заработали Но Этого Наверное Имеет Смысл Просто Расстреливать Раз уж У нас 66 Верхотуры А может Быть Это и ошибка Была Погоди Пока Не поздно Две Гранаты Одну Докинешь Докинешь И вторую Ты в общем Докинешь Просто вопрос Кем Кем добивать А у него Такое укрытие Которое мы Не снимем Грянкой Хотя если Вот так Вот гранату Оказывается Что вроде Как Я задеваю Это укрытие Может быть От радиуса Граната Зависит Еще Не снимается Укрытием Ладно Поехали Стреляем 66 Молодцы У нас Еще один Товарищ Повышение Все Заработали Повышение Насколько Понимаю Перезарядка Overwatch Перезарядка Overwatch Перезарядка Overwatch Перезарядка Overwatch Все Прямо По курсу Хорошая Все 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 Так Не Хочется Уходить Яртстоцку Пошли на Разведку А Они Обходят Они Вот Прям За Статуей Находятся Инфа С Прям Вот Прям Вот Точно Слишком Быстро Они Преодолели Просто Это Расстояние Видите Они Сейчас Могут Даже Из-за Угла Выйти Из-за Статуи Ну Раз Не Вышли Я Пойду Укрытие Не Завезли О Как Спыли Где Увидел Ну Да Я Так И Думал Что Они Я Увижу Хорошо Они Вели Только Одного Соответственно Могут Сейчас Подставить Фланги Нифига Подобного Они Встали Так Как Будто Вообще Все Знали Изначально Гады Это Со Своими Полуукрытиями Блин Отхватываю По полной Программе Конечно Мы Одного С Хорошей Вероятностью Убиваем Или Все Так Грянкой Дотянемся Думаю Да Нужно Кидать Грянку И Делать Два Выстрела Пытаться Там И так Офицер По нам Стрелять Будет Здесь А Это Неубиваемое Укрытие Да Дальнее Когда только так Увы Такие обелиски Стоят И Их не пробить 86 Добиваем Раз Пашкой Ох Я соскучился По Павлу Хордецову Хорош Ну а здесь Что здесь Здесь Игру Тут Я бы Наверное Все-таки Сделал Овер Тоже Хотя Возможно Хантер Не Ну Давай О Хорошо Четверочку Главное Держись Вот Просто Держись Молодец Арстоцка Молодец И Чтобы Либо Умер Либо Не попал Когда побежит Хорош Ребята Dream Team Вырисовывается Не только по никнеймам Но еще попадают Пацаны Сам такой Все Остался один Мы его С хорошей вероятностью Флангуем Не очень надежно Конечно Но Может и не стоит Его фланговать То есть там Вопрос Попаду я 80 Или не попаду Мне не нравятся Такие вопросы Провокационные Серьезно Я лучше Встану в ханкер А пацанами Про овервочес Провоцирую его на атаку Давай Скотина Оп Ну ребят Тихо-тихо-тихо-тихо Не-не-не-не Не-не-не-не Как вообще Фул кавер Ханкер Извини Все Сейчас мы его флангуем Флангуем Сегодня мы с тобой Флангуем Уже не важно Кем убивать Главное убить Штат шесть Раз Доброе Может еще лут дадите Этот лут я Взорвал Откуда 80 Ну я же подбегаю Достаточно близко То есть там базовая точность Плюс еще Из-за того что ты Ближе находишься Чем Чем обычным Даже у винтовки Есть такой бонус Насколько мне известно Ладно ГГ Никаких ранений Все чистенько Это Очень Хорошо У нас точно будет Снайпер Хэвик Саппорт И штурм Я рад В прошлый раз Было хуже Поехали Безупречно Браток Больше урона Больше атак Артистоцка на втором месте Под огнем И пробежал Но она на себя очень Много внимания привлекла И Молодец Она справилась С поставленной задачей И Пак спулила И Не получила при этом Ранения Так Браток у нас кто? Только не говори что снайпер Снайпер опять Снайпер Это судьба Это судьба Сколько точности А75 Так сойдет Артистоцка Хэвик Как в прошлой игре Кстати Боневур Штурмовик Аркадник Боневур Ну и догадаетесь Кто же Алиса Бот Конечно же Специалист Учитывая то что Это в честь Бота в чате Специалист Алиса Ей просто Некем больше быть Как специалист Так Исследовательские Отсеки Что я хотел Что я хотел Модульное оружие Чтобы Бафы Которых у меня нет Но они будут А гибридные Это под Модули Ну короче То и другое Нужно делать Так или иначе А биотехнологии Мне дадут Модули Спутниковые Которые в ближайшее время Пока не нужны А давай Модульное оружие Сделаем Так в инженерном Копаем А у нас нет инженера Разогнался Партизанка Делаем Конечно же Среди других Бойцов Есть еще Авемария Фоллан Шкода Бэска И Нифанда Ну я сканирую пока Делать то больше нечего Доступно улучшение оружия Магнитка появилась Но магнитку мы не трогаем Мы берем Наверное Все-таки Беотехнологии Пришельцев О там что-то появилось Материалы Конечно расследовать Болезнее чем разведанные Там майнить на базе Новая цель Легко Инженер Локи Отлично Инжа дают Хотя Инжа всегда дают Первым Так Ну что я радуюсь Это скрипт Трипак Нас ждет Брать Если это шум Или не брать Вот в чем вопрос Покупать Или не покупать Возьму Штучку Алиска будет шуметь Ну хорошо Теперь у нас Такой Разношерстный Отряд Есть снайпер Никаких ранений Всем по Киллсам Определяем Кто у нас Там самый результативный Скорее всего Хэвика качает Или снайпер Ну скорее всего Хэвика будет проще Только проще Не торопимся Аккуратненько Прислушиваемся Смотрим Что за миссия Очень классная Конечно игра А если Лонгвор Полноценный Выйдет С фиксом багов Усложнением Дополнительными Темами Оружием Противниками Точнее Не если А когда он выйдет Думаю что Это будет вообще круто Главное впечатление От игры Портит Ее сырость То что ее Не протестировали Не оптимизировали Она лагает Она багает И Портится впечатление А так Это игра Великолепная Так Нам нужно Разрушить этот Передатчик У нас маскировка И 8 ходов На все про все Впереди Площадь Огромное количество Огромное Открытое пространство Фулл кавры Есть Ходов Маловато Поэтому Наверное Все таки Придется Идти Вперед Так Браток же у нас Еще с общим видом Снайперов В прошлом Траве не было Пожалуйста Маскировка Работает Опа Сектоид Обычный Недалеко Они не успеют Дойти Браток уже Выцеливается Я пожалуй Все таки Подведу За фулл кавр Еще один пак Они спорятся вместе Понимаете Они спорятся вместе Опаснее Левый Хотя Слушайте Если я сейчас Резко Перегруппируюсь Направо И заберу Эти хупыри Отойду Как раз От этих Да мне конечно Идти не совсем Ну хотя Нормально Да давайте Я лучше Сделаю Вот так Вот Отбегаем Вроде мы Зону опасную Не палимся Пока что Ставить ли это Светошум Или не оставить Браток с палец И он Отводить Причем Скорее всего Он и должен Пулить Гренкой А не Хэвик Потому что Нам нужно Отходить Чтобы не спулить Левых Товарищей Достаешь Не достаешь Тогда ребята Все Тогда хэвиком Просто полем Блин 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 Бнивурт Я ему Пушку Не поменял Алиску Я ставлю Все-таки Либо Светошум Либо Протокол Защитам Работаем Ну может быть Хорошо что мы Мелкого не добили Потому что Лут Если из него Выпадет Что О хорошо Из револьвера Браток Из дробаша Промахнулись Ну и собственно Как бы да Что делать Светошум Езать Потому что Фланговать будут Да Светошум Ребят Только так Можно было конечно Алиску Но и в рочь Поставить Но по факту Убила бы Она там Одного Скорее всего По сектоиду бы стреляла И без толка Это было бы Что делать Сиктоид Ну он только стрелять Может получается Слава богу Ты не попадаешь На этот раз Это тоже Как бы только стрелять Может Ох Как же Ёкает Это сердце Блин Когда он попадает Прям вот Так что у нас там По штурмовику То Опасно С пулем Левых Давай хейком Тут дамага хватит Чтобы При попадании Убить этого Сиктоида Пушка такая Просто Понимаете Даже если не крит То урона Там 5-6 Нормально Дело за малым Осталось Малый сидит За полуукрытием Я наверное Чтобы лишний раз Не провоцировать Лучше Практически По тем же Самым Следам Что и Хэвик Шел Пойду Не вперед Не поближе А вот так Нездалека Хорошо Первый пак Нейтрализован Браток у нас На овервочем Бонивор на овервочем Помним про пак Слева Времени маловато Не буду я за паком лезть В первую очередь Хочу пройти Собственно К Черт Ладно Давай так Рискуем В общем-то Там ходов-то Хватает Не хочу Я просто Пулить Левый пак Потому что Это еще Как минимум На ход О Можно отсюда Уже сломать А Вот тут Оказывается Вышка стоит Давайте посмотрим Что там за Темы Лучше всего Если Будет Взлом Плюс 20 Например Получить данные С инопланетного Объекта 23 Подкрепление К нашей Позиции Оставляем Эту штуку На взлом Потому что тут Два Низковероятных События Данные С инопланетного Объекта И полную Неуязвимость К двум Атакам Понятно что Нужно Травить Будет данные Об объекте Хотя Да Хотя Наверное Данные Об объекте Будем фармить Типа Если Все будет Ровненько В этой миссии А были ли Повышения Вот такой вопрос Вроде никаких Повышений Пока еще Пока еще Не было Это Хорошо Так Братку Братка Подводим Вот так Так Опять же Бачком Бачком И выходим К точке В принципе Я уже достаточно Далеко Отошел Думаю Что можно Уже С этой стороны Подходить Какой смысл Там Ты до укрытия Не добегаешь Ясно Там Говорят Про то Что данные Очень Прямо Очень Нужны Данные Делаю Разведку Специалистам С ноги Хорошо Никого Не Спулили Хочется Конечно Еще Ближе Подойти Скорее Сего Там Пак Внутри Уже Находится Они Обычно Там И Тусуются У Этой Точки Но Время Время Крайне Ограничено Не Хочу Сейчас Пулить Ходы в запасе Есть Справа Сектоид Прямо По курсу Мне показалось Что справа Все-таки Да Справа Сектоид Все-таки Был Овервотч Ребята Давайте Давайте Попадаем Начинаем Попадать Причем Получается То ли тот Пакс Телепортировался Ёп ПрС Сектоид Оказывается Тут Давайте Овервотч Еще один Из револьвера Не попадает Браток Арцтокс Пытается попасть Мимо Все мажут Короче Ну здесь Как бы Гренка Как бы Тут Ничего Другого Не придумаешь Она тут Прям Напрашивается Убираем Укрытие Как видите У двоих Одного Видимо Убиваем Без хэвиков Никак Ага И все Причем Живы Еще Можно Конечно Причем Пак Еще там Сверху Капец Мне же Нужно Еще Вперед Прорваться По возможности Но Как я Прорвусь Так Как мне Как 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 Через Как Нужно Подходить Тут Хотя бы Дверь Закрыта То есть Они С пули Да Отходим Е Значит 73 77 77 72 Знаете Я Грешным делом Думаю Решить Еще Одной Гранатой Потому что У меня Получается Три Действия На Три Человека И Это Это Нифига Не Круто Поэтому Боневур Боневур Так Так Может Спулить Боневур Идет В атаку Идет Как Умеет Какая Перезарядка Ты что Бонич Снимает Вот этих Вот Упырей А Асектоиды Мы уже С двумя Получается Мочим Во-первых Брат Брат Окей Давай Давай Браток Критуй Хорош Попал Не убил Блин Один хит Твою шметь 77 77 Беги 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 Не стреляй Беги Беги Поднимай Зомби Зомби Молодец Какой умный Сектоид Мозг Просто Мозг У меня Два хода Чтобы Передатчик Гуфнуть Ну если что Гренка Стеночка Снимем Так Окей Кто Может Стрелять По Передатчику Двое Отсюда Наверное Да Алиска Может Отсюда Точно Стрелять Даже С этого Угла Может Пострелять Может Имеет Смысл Реально Братком Подойти Кинуть Гренку Чтобы Постреляло Больше Количества Народу Блин Два Хода Этого Я порежу Понятно Да Братком Получается Тогда Я кидаю Гренку Что Повышение Не завезли Очень Жаль Так Брэд Окей Подходит Сюда Блин А я же Синка Не снимаю Выходит Или Снимаю Можете Сниму Поехали Вот Есть Вижен Отличным И у Алиски Снялась Этот Может Не лезь Пока Алиской Отойти Перезарядиться Да Давайте Я Хэвиком Просто Поатакую Алисой Отступлю Есть же Еще Один Ход Мало Лишь Что Хотя Забей Перезарядка И выстрел Я боюсь Просто двигаться Даже Все Передатчик Уничтожен Ну Ориентировочно Пак Который Остался Наверху В том Доме Фух Подготовка Перезарядка Перезарядка Подготовка Алиса За фулкавером Браток Овервотч Можно Кстати Сейчас Пока Не пак Сносить А пытаться Вот эту штуку Сломать Да Где этот Передатчик То Я же его Спецом Оставил Он Вроде Справа Был А Вот Он Да Давайте Тогда Перегруппировываемся И подходим К Подходим Для Взлома Причем Братка Нужно Выставить Сразу Так Чтобы он Ладно Сразу Не получится Перезарядись Пока Мне же еще Экспа нужна Правильно То есть Это фарм Своеобразный Что-то я опять Не вижу Эту вышку А она Типа За Зоной Что Она За Зоной Как такое Может быть Смотрите Вышка За пределами Карты Находится Мне любопытно Куда прилетит Подкрепление В случае Неудачи Вот Очень интересно Мне это знать Прям вот Даже не знаю Какое тут решение Ладно Попробуем Ах Пак подходит Ладно Мне когда Объяснять Надо Пулить Ломаем Ломаем Полностью Выбираем Информацию Об объекте 23% Ну Как бы Да Да И ждем Подкреплением Черт Возьми Я Не знаю Куда Куда Оно Прилетит Вот Куда Оно Прилетит Вот Оно Прилетело А То есть На границу Понятно Постреляем Три Обычных Сольдата Молодцы Молодцы Оп И начинается Расстрел По Одному Пять По Другому Шесть Да Ладно Топич Просто Минус Три Сразу Сразу Ай Да Да Так Ну и остался Последний Пак Который Шумел Там То ли Не шумел Блин Круто Конечно Красиво Получилось Перезарядочком Те же Могут Тоже Двигаться Да Они Могут Уже Могли Уже С той Точки Сойти И идти На поиски Передатчику Например Хотя По вектору Судя Они Прям Где были Там И есть Скорее Сего Снайпер С общим Видом Поставлено Возвышение Для того Чтобы Ну Для того Чтобы Вы понимаете Для чего Это все Делается Единственное Все-таки Под ковер Потому что А вдруг Они все-таки Пошли Вперед Вроде бы Была Еще одна Святошумовая Хотя Кажется Они Двигаются Все-таки Вдруг Придвигаются С укрытием Проблемы Бонич Пошел За Фул Ковер Нет Нет Мы Не Видим Так Хватит Хорошую позицию Братка Уже Я думаю Этого Хватит Вполне Отцягиваемся Остальными Где Коверы Коверов нет Не тороплюсь Слышу Офицера Они двигаются Точно Двигаются Прям точно Прям инфа Соточка Братка Братка Я все-таки Поставлю Так Чтобы Ему Не мешал Фул Ковер И Разведку Буду делать Штурм Штурмовик Страшно Страшно С одной стороны Хочется Типа Побыстрее Но Ты понимаешь Что Поторопишься И Словишь Слышишь Командует Офицер Причем Они за домом Кажется Даже Оказывалось Что Да Они вот здесь Где-то Находятся Мне нужно Брать Алиску В первую очередь Подводите ее Так Товарищ Арцтуцк Тоже Поближе Я По факту Пришел К своему Респу Не Они там Как были Так И Остались Так Ну Во-первых У снайпера Есть Вижен Часи Вероятность Пом 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 Я Поханкерить Хочу Всеми Причем Кроме Снайпера Естественно Он На Овервочен Он Вряд ли Кого-то Хотя Если Они Прибегут Поближе Че Будем Делать Меточка Ставят Там Еще Плюс Десяточка Блин Могут И Пробить Фул Ковер Под Ханкером Выпрыгивай Куда-нибудь Да Блин Черт Ой Опасно Ой Опасно О Есть Этот Спускается Так Окей Так Снайпер Видит 35 29 7 Гренок Нифига Не Завезли Вроде Как Нужно Подходить Блин Особенно Штурмовиком Что ж я пушка-то не поменял Так Только не торопись Михаил Только не торопись И кстати Имеет смысл мне братка Уже Спрятать То есть Либо стрелять Но это 30% Полен Баневур Не участвует Вообще В этом Празднике Жизни Можно его Подвести Вот как-то И там Все 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 Спалит Вот сюда Вот куда-то Его можно Подвести Вот так Или так Чтобы он На следующий Ход Что здесь Вы видите Укрытие Достойных Нет Так А если Эта штука Видит Офицера Обойти Офицер Сможет Изи В окно Выпрыгивает И флангует Тебя То есть Самое Безопасное По сути Это вот сюда Типа Прибежать Ты Близко Будешь И Давай только На одну Точку Да Чтоб он Не подошел К окну И не пострелял По тебе Ох Пошла Жара Полуукрытие Только у верхнего Но у него Протокол защиты Еще кстати Есть Здесь Мне следующий Ход Двое Флангуют То есть Специалисту Нужно Что-то Придумывать Либо Подходить Например Сюда Там есть Вероятность Фланга Но не такая Высокая От правого Только И даже Будет Хорошо Если он Выйдет Вперед Окей Давай так А братком Что будем делать Спрятаться Нужно Братком Спрячься А здесь Что А вот А зачем Может тебя дальний Не будет Видеть Здесь Не будет То что Нужно Кстати Давай Да Два Ханкера Такая Подготовка Своеобразная Идет Тут Неважно Пистолет На Overwatch Все равно Толку Никакого Не принесет Выходит Один Стреляет Держись Держись Уже Лучше Видите Полукрытия Сменились Полукрытия Сменились На Полукрытия И Второй этаж На первой Но Не забываем Блин Что у нас там Есть офицер А вот он Офицер Ничего себе Резкий Какой Так Ну я его Сдробаша Тут с хорошей Вероятностью Мочу Тут Флангую Ага Только Укрытия Нет Нифига Снайпер Видит Два Их 57 57 И Пока Не надо Может быть Даже Овервотч Будет Полезней Тут Тоже Есть Второй Фланг В общем То Мы В один Ход Укладываемся Так Так Да Да Так Там Нет Овервотч Просто Не смог 50% Крит А с Мячом Тот же Урон Только Вероятность Меньше Крит А не прошу Бонич Прошу Вот Очень Нужно Крит Очень Нужен Напрашивается Протокол Помощи На Бониура Мы По-другому Спасибо Никак Извините Там Full Ковер В общем Не Вот Отсюда Можем Как-то Чисто В теории Нет Не Видим Так Блин Лезть В аркаду Ребят Потому что Там Все Равно Как Жопа Полная Извините За мой Французский О Я вижу Второго Браток Может Помочь Того Снять 47% Ой Паша Давай Давай Паша Паша Давай Забор Он Снял И Укрытия У него Больше Нет Слушайте Я Теперь Могу Его Попробует Прострелить Тем же Самым Хэвиком Да Надо В первую Чуть Сейчас Бонч Спасать Да Давай Арциска Пошла Спасать 47 5 547 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 Тут Протокол Помощь Надо Можно Нужно Стрелять 55 Эти Скоты Два Самых Критичных Выстила Которые Были В прошлом Трай Попали С вероятностью 10 Мои 4 раза По 50 Промахнулись Держись Арциска Прошу тебя Никаких Ранений Это Провал Просто Ну я Да Виноват Да Виноват Да Аркадил Флангуем 79 69 По 79 Стреляем Естественно Обиднее Всего Даже Не Боневура Терять Хотя Боня Еще Жалко О Лут Обиднее Обидно То Что Я Ранение У Хэвика А Без Хэвика Вы Меня Конечно Извините Но Будет Очень Тяжело Боня 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 87 здесь овервотч остается один офицер овервотч нет мажет офицер повезло еще попробую снайпом добить его 35 фулка у разрастить ладно один к трем добро очень круто заполним леммингами двумя команду бойцов выберем там кто покруче 2 повышения хорошо повышение получили те кто выжил браток вот я хочу его сделать пистолетом на первое а потом переучить по опыту тэй алиска берет протокол нападения баниур убит в бою о продвинутая подвижность 18 уклонение очень клево хороший модификатор у нас тут инженера получили может партизан очка тогда по-быстрому достроюсь инопланетные обломки сначала чистим нужно 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 это быстро деньги приносит и там как раз целая очередь из понятно ученого дадут я полетел а там наверху я немножко не дособирал 4 материала пока материал не нужны поэтому я ученого беру исследование завершено центр военной технологии средства связи с сопротивлением так ученого вдали и сейчас за материалами полетим они мне нужно конечно исследование для того чтобы регионы цеплять все верно делаем пока по исследованиям а вот и миссия блин ученые и разведданные как ты собираешься проходить террор без скрытия проходили сегодня террор без коньяк изи надо лететь так хорошо а нет слушайте у нас верт а у нас убитый и раненый гренадер кстати через три дня бы вернулся я беру наверно бэску и и и и женьку забыл и как говорится заслуги да до снайпер пистолетчик слушайте а я же снайпера а это первый у него уровень да там сначала был базовая была базовая способность а потом уже различия по винтовке пистолету вызвали твипа из тюрьмы адвентом и и и и и и Отличная игра, конечно, затягивает Так Наша задача на эту миссию Ну, задача минимум, конечно Пройти ее, собственно VIP нам нужен, ученый нужен Хотя инженеры на данной стадии Значительно ценнее Да и в принципе они ценнее Подставлять нужно леммингов В данном случае это не Фанды и Беска Чтобы браток и Артстоцка Ой, и Элис Не получили ранение Ни в коем случае Леммингам по киллсу До повышения до первого Остальные фраги все офицерам Гренадера нет, он ранен на 3 дня Только что же показывал Без гренадера будет очень сложно Так Понятно То есть бочком, бочком, бочком По правому краю будем подходить К К транспортному средству И потом в зону эвакуации 12 ходов Прям по курсу уже кто-то есть Так, Беска побежала Ветеран А, тут на взлом Взлом это хорошо Потому что Элис-то может Попробовать Давайте посмотрим Что у нас там по По вероятностям По бонусам По штрафам I'm happy Там что-то Да, о А, маскировка Отряд Маскировку Раскрывает противникам Позицию Понятно То есть мы Должны вернуться Убив первый пак К этой точке Как-то так Не буду терять времени Подхожу поближе Ой, могу спалиться сейчас Если в доме был пак То это трындец Нет, не было пака дома Так что живем Пока месту Так Слушаем Прям по курсу на крыше Сиктоит И солдат Как он прикольно Спускается Я за укрытиями Все хорошо Слева еще Справа Там какие-то зоны Я слышу Слева шаги Еще были Ну Это залет Потому что я уже Спалился Получается Поэтому Действуем Следующим образом Оставляем Алиску Без овервоча Браток овервочет Бэск овервочет Женька, грейнка И Агрит пацанов Работаем Потому что Потому что у спеца У нас Есть Светошум И Там фиксированный урон Например Может случить чего Сейчас посмотрим Как наши двое На овервочи Попадут Не попадут Главное в кого Так По сектоиду Стреляет Хорошо Браток стреляет По сектоиду Попадает На 4 хита И добивает Беска Отлично Повышение есть За сектоиду Дадут повышение Да, есть Отлично Беской Лучше не убивать Ну и смотрите Как раз получается Что благодаря Протоколу Нападения Мы Спокойно добиваем Поставшегося Из пака Только сначала Надо было Наверное Сломать Попытаться А потом Не уверен Ладно Сейчас на этот ход Будем уже ломать Ломать полностью Потому что Есть неплохой шанс Что Мы снова Получим маскировку Ну как неплохой 1 к 4 Или 1 к 3 Там что-то в этом роде Получается Причем я хочу Всему отряду Маскировочку 26 Либо специалисту Специалист Даст мне разведку Вероятность Вероятность Два раза выше Штрафа нет Давайте всем Жадность Ну я В принципе Ничего не потерял Кроме того Что как бы Ничего не получил Так а что Братком Ты сшкирюсь Он же у меня Ой ребята Тут уже все Сейчас я с пули Точно А там уже Грузовичок стоит А там обычно Нет Поторопился Тогда чуть поближе Братка надо поближе Тоже подводить Он же пистолетный товарищ Чего У него же Кстати а что у него За обилка то Я забыл Первая обилка У братка Там Толя свободный выстрел Каждый Нет Кажется Не завершает Ход У него да Попав подражеский огонь Автоматически Отстреливайтесь С пистолета Один раз В течение хода Нифига себе Это Аркадий Так Слева Фулл каверы Только Да В смысле Только полукрытием Поэтому Давайте Все таки Беской пойдем Агрессивно Вперед С пулили пак Ой Ё-моё Сразу два пака Ребята Шесть человек Попал Это да Да нет Может быть Уже и заканчиваем Блин Туда отлично Заходит Светошум Туда неплохо Заходят Гранаты Окей Так А как у нас Светошум Заходит Скажите Пожалуйста По-царски Заходит Светошум Только Надо Эту стенку Убрать Эту стеночку Предположим Мы Бесы Например Попробуем Снести Да Фига Офицер Важно Его убить Потому что Меткой Такое количество Выстрелов Я не переживу Короче Надо наверное Стрелять Кидать Гренку Как-то Вот так Наверное Дальше Я не кину Снимать ХП Офицера Снимать Укрытие Пытаться Еще внутри Здания Что-то Там Порушить По возможности Вот эту стенку Например Хотя Это особо Ничего не даст И почему Может дать Это может Дать Вижен Для Следующей Гренки Поехали Так Укрытия У офицера Уже нет Отлично Можем Кинуть Еще одну Гранату И снести Укрытие Но это А что по Светошумовой Теперь же Она должна Хорошо Пробивать Раньше Лучше Было Так Надо будет Подойти Только Как Сюда Скорее Всего Обойти Не обойдут Стоп А светошумовую Я может быть Из-за Не Надо просто Ближе Подходить Сюда Вот Угол Опасный Конечно Но вроде Норма Господи Да Тут Закрываем Очень Хорошо Светошумовой Не Закрываем Одного Кто внутри Находится Кажется Я не вижу Просто Его Еще Да Но Если я Второй Гранатой Снесу Еще Укрытие Вот Здесь То Я Во-первых Светошумовой Достану Ну Сниму ХП Сниму Укрытие Еще Светошумовая Может Пройдет Сквозь Стенку Дальше Туда Я надеюсь На Это Ох Да Походу Походу Прет Меня То есть Нас Не Прикрыт Только Ой Все Прикрыты Нет Один Не Прикрыт Выцелись Может Быть Все Так Найдешь Местечко Вот Так Вот Ну Левый Не Закрывается А Ближний Опаснее А Если На Клеточку Влево Нет Клеточку Влево Нет А Если Вот Сюда Вот Тогда Правого Не Цепляешь Кто Опаснее Кто Опаснее Ближний Опасен Так Что Закрыть Вот Так Получается Раз Два Три Четыре Пять Человек Закрываем Работаем О Братка Разыскивает Смотрите Осталось Женька Она Скорее всего Офицера Адвента Попробует Добить Он Без Укрытия И В общем То Да 66% Давай Женька Молодец Умница Лут Выпал Повышение У Жени Теперь Все Килсы Нужно Офицерам Но Блин Их Пять Человек Надо Действовать Очень Быстро Пока Работает Дезориентациям Это Дезориентирован Овервотч Стрельба По Специалистам Нема Хорошо Жалко Не по Братку Он Бы Отстреливался Держись Алиска Так Это Дезориентирован Но Вроде Не фланг Да Фул Кавер Беском Держимся Как Хэвика Не хватает Блин Было бы Сейчас Две Грянки А вот Сейчас Без штрафа Ребят Ох Что Мой ход Мой ход Итак У нас Есть один Увервотч Который Мы протоколом Нападения Можем Снять Есть Сиктоид Которого Можно Флангануть Это Может Сделать Беса Вот Отсюда Да Да Зайдет Постреляет Ок Мне не нравится Еще полуукрытие Здесь Но боюсь Что Я же не могу Двинуться Правильно Пока что То есть Ориентировочно Я делаю Протокол защиты На кого-то Сначала Чтобы не терять Ход И скорее всего На себя Потому что Двигаться Я не могу Поэтому Алиса Протокол Помощи Раз Специалист Конечно Много Много Функциональные Ребята Дальше Протокол Нападения На человека С овервотчем Два Хита Оставили А лути Не Думаем Теперь Мы можем Спокойно Проходить Беской Освобождая Фулкавер И флангуя По крайней мере Сиктоида Да Что-то Не флангуем Нифига Сиктоидом Значит Стреляем По этому Упырю С фланга 66 Братку бы Уйти За фулкавер Пострелять Из пистоля По Этому Товарищу Добить его С хорошей вероятностью Блин Вот Реально Мне не хватает Офицера То есть Тут Такое А там Светошум Уже того Закончится Сейчас Осталось Четыре Человека Наиболее Опасны Вот этот Товарищ Что Он Обходить Сейчас Будет Беску С фланга Я Не могу Ничего Делать Кроме Как проатаковать Его Из-за своего Фулкавера Надеяться На то Что Попадет 50 на 50 Мимо С Богом Оказывается Горела Машина Переходят Все В себя Никаких Стреляют По алиски Хорошо Что На нее Протокол Защиты Не помогает Два урона Она получает А это Офицер Мой Причем Самый Опытный Из этой Бригады Так Сектоид Протупил Что тут Фланг Уже Да Это Я не Рассчитал Мимо Спасибо Но будет Еще Второй Стрелять Дальний Тоже Спланга Да Держись Да Держись Ну потому что Когда ты Шесть человек Агришь Блин И у тебя Нет Хэвика Это Провал Просто Просто Провал Так Никаких Флангов Я Не могу Я Сейчас Что Толкового Сделать У меня У меня Еще Ходы Заканчиваются Надо Випа Еще Брать Эвакуировать Это Я Оставлю Братка Чтоб Он Отстреливался А Двумя Наверное Буду Обходить На Будущий Потому что Если Если Я Сейчас Буду Сидеть Один раз В течение Хода Он отвечает Так Ну Стреляем 56 Из винтовочки Снайперской Попадаем Молодец Молодец Паша Умница Просто Тут Жень Увеличил Наши шансы На выживание В этой Миссии Это Так А тут Overwatch Ой Хреново Поставил Жень Сиктоид Можете Флангануть Давай В игру Так Один Стреляет Сюда Папаша Кто-нибудь Будет Стрелять Будет Нет Нет Только Не в контроль Сопротивляясь А Зомбаря Зомбаря Поднимает Ну и остается Один солдат Который Видит только Пашу Стреляет По Пашу Под фулл кавер И соответственно Тот ему должен Что-то ответить Если не умрет А нет Здесь еще овер От бэски Мажет она Конечно Угол острый Очень Опасным Паша Уворачивается Отвечать Будешь ему? О На тебе Скотина Ответный огонь Молодец Так Ключевая задача Это двигаться К випу И уничтожить Сиктоидом А это Вы знаете Сделать Не просто Что флангануть Я могу только Отсюда А это Нифига Не кавер Ладно Мне повезет И так Уже Офицер Потерял Я не успеваю Эвакуироваться Если Не буду действовать Агрессивно А А Сиктоид Типа не фланг Да Это новость Значит Солдат Адвента 69 Хорошо Женька Подходит По ближему По дальнему Скорее всего Тоже будет Стрелять По этому Упырю Хотя Его-то Как раз Может и Снайпер Забрать А вот Сиктоиды Кто Сбирать Будет Не ясно Хорошо Ну Хотя бы Так А тут Я могу Типа Отступить И отстрелиться Но Сделать Это нужно Так Чтобы Тебя Еще Зомбарь Не забрал А эта Скотина Может Добежать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Не добежит Если Я встану Сюда То Может Быть Получится Но Это Фланг Под Сиктои Да Так Не Фланг Но Фигня Что Ты Снайпер Еще Свою Подставишь Да Упырь Да Он не будет Стрелять Он будет Пси Атаку Делать Я его Знаю Мы с ним Договорились Восемьдесят Пять Из пистоля Раз Ох Без Хей Как Тяжело Таксик Тойт Никаких Выстрелов Просто Контроль Молодец Какой Умный Сиктоид Дезориентацию Забей О И он Еще Ответит Под Дезориентацию Попадает Многообещающий Снайпер Не должен Добежать Этот Гад Да Ладно Добежал Сколько Штеклеток Десять Что Ли Короче Забей Мы здесь И похороним К сожалению Патронов Нет Для того Чтобы Нормально Убить Все Паша Ранен Сиктоида Последний Выстрел Да Идет В надежде На то Что он Как бы 85 Ну конечно 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 Кто Сомневался Я думаю Никто Не сомневался Вновь 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 Ну смотрите Либо я сейчас Попадаю Тридцать Четырем Либо я Отдаю Не хочу Братка Отдавать Делать Нечего Да Сейчас он будет Стрелять А он добежит Ооо А сейчас не добегает Слушайте У тебя есть шанс Еще Три хода Осталось Я подхожу Пытаюсь убить Сиктоида 85 Славка Господи Три хода Тут бежать Еще два хода Все еще Дезориентирован Браток Капец Ёпарас Это 57% Фух Слава тебе Господу Так Убились Сиктоида Подходим Снайпером На фул Дезориентация Снята Два хода Ребят Два хода Ломаем Так Это Окспер У нас Господи А ходов То нет Просто нет Ходов Ну вроде Это последние Были Паки Поэтому я Я просто бегу Но одного Мы оставляем Да ладно Десант Пошел БС Получается Оставляем Окспер Эвакуироваться Успевает Слушайте А если я Эвакуирую Да Мне нужно Остальных Тоже А смогу ли я Точку эвакуации Поменять Кажется Не могу Не могу Нельзя Ну все У меня Спасся Вип И два Раненых Лемминга А не Браток Еще Все Абэска Остается Может быть Миссия Будет на Спасение Беса Потом Я валю В общем Какой Кошмар Икс Чем Это Конечно Будет Да Пролетает Подкрепа Нулевой Ход Дадут Нет А на Следующей Неделе Выходит Первая ДЛС Ты уже Начал А можно Ссылочку На Инфу Я тогда Действительно Сделаю Паузу Так когда Будет Меняемся К лучшему Жду Апдейта Айфоновского Приложения Там Сделали Уже Селектор Смайликов Должны Поправить Баги Дни Дни Надеюсь Что на этой Неделе Но Мы 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 Сильно Затянули Конечно Ладно В результате У нас Одно Повышение Кто-то В плену Кто-то Убит А Женька Будет Специалистом Недостаточно Солдат Что по Времени Бойцы Два Бойца Господи Реально Нужны Нужно Завербовать Новых Сережу Беру И все Денег Больше Не хватает Блин Только на Сережу Бабла Хватило Не сдавайте Не я не буду Сдаваться Вы что Так Новобранцы Как нельзя Кстати Но мне Материалы Нужны Хотя Может быть Новобранцы Важнее Ем Возьму Абранцами Полетел Сережа Короче Средства Связи Отлично Станция Связи Можем Сделать Адвента Вскрыть Но Я Хотел Хотел Гибрид Материал Материал Да Армор 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 И дальше Выходим Можем Можем Соединить Установить Контакт Инопланетные Обломки Расчищены Хорошо Бабла нет Копаю Дальше Вот то что сейчас Бабла нет На расчистку Инопланетных Обломок Ну в смысле На строительство Хотя должно быть Мне ждали там 63 Господи Вот зря Я сейчас Сережу Нанял Нанял Сережу Не Не хватает Бабла На постройку Это косяк Хоть к материалам Летить Еще слово Хотя ресурсы Через 5 дней Уже Но их Тоже нужно Еще собрать Гибридные Готовы Можем Сделать Наноуровневый И начать Исследование Брони Адвента Вскроем О Два новобранца Сокол И майкер Михаил Мирчук Ожидает приказ Генрих Ренард Материал или контакт Материал или контакт Материалы Михаил Потому что Денег Нет На строительство Модуля А тут террор Ну к террору У меня есть Один хэвик В общем-то Сережа есть Вот товарищ Артстоцк Хэвик Поми А все остальные Новобранцы Давайте Сокола И Скажем Скажем Но Ей он совсем Не подходит Она и стреляет И не так часто Сначала Гренки Идут И Ну а собственно Это главная Причина На сегодня Я думаю Все Запорим Ну слишком долго Эта миссия Проходить Я сейчас буду торопиться И точно Запорю ее Готово Ну что ж Спасибо Была такая Вводная Вводная Трансляция И к чему Последний уровень Сложности Iron Man То бишь Без сейвов И С тремя модами От Long War Но судя по всему Я проверю конечно Инфу по поводу DLC Вот Тем более что А там Косметик Пак Нормальные DLC Будут позже Ясно Ну тогда скорее всего Не будем ждать пока DLC Будем так проходить Но До этого Будет еще Третья Скорее всего Заключительная часть Прохождения Rise of the Tomb Raider На этой неделе точно И надеюсь что Стрим по сайту В конце недели Меняемся к лучшему Спасибо что смотрели Увидимся с вами Скоро Пока А ну и запись сейчас Пойдет на YouTube